Начнём. У нас впереди много работы, мне хотелось бы успеть, как водится всё, и хотелось бы рассказать вам в общем, что нам принесут затмения. Затмения будет два, это считается хорошо, потому что когда затмения идут три подряд, это не всегда здорово, это не так гармонично, как когда идут два затмения, два затмения, но, видите, в этом году нам это не сильно помогло, поэтому будем пробовать посмотреть, что может случиться, какие-то факторы я назову общие. И я подготовила информацию по знакам, у меня были запросы в телеграм-канале, я постаралась учесть их тоже в том числе, если вдруг где-то я пропустила что-то, вы мне можете потом спросить в чате. И дополнительно тоже сразу скажу, что есть техническая информация по поводу того, что, сколько будет затмения, что делать, что не делать. Я не хотела бы на этом останавливаться, мы сделаем об этом короткое видео, выложим, чтобы было как инструкция, чтобы было под рукой, чтобы вам не нужно было пересматривать весь большой эфир и для того, чтобы определить какие-то простые вещи. Кроме того, я знаю, что здесь многие из нас астрологи, многие из вас астрологи. Хорошо, что меня слышно, потому что иногда бывает, что мне плохо слышно, напишите две вещи, хорошо ли вы меня слышите, и второй момент, астрологи вы или нет, на каком мы уровне будем сегодня разговаривать и общаться. И тем не менее какие-то значимые моменты я вам расскажу. Итак, у нас первое затмение, нас ждёт 25 октября, у нас будет частично солнечное затмение. Почему это важно? Потому что затмение будет видно над Европой, будет видно над Украиной, будет видно над Россией, и это даст результаты на этих территориях. Учителя мои, по крайней мере, говорят о том, что когда затмение солнечное особенно видно на территории какой-то страны, у неё могут быть плохие результаты. То есть это всегда разрушительно. Сейчас у нас важный момент. Слава Богу, это ещё не Раху с солнцем, потому что Раху — наибольший враг солнца именно, а Кету — самый большой враг именно Луны. И сейчас Кету с солнцем. Но тем не менее это плохо. Вы помните, что у нас есть такой, был такой демон Сварбхану, он разделился на две части, Раху и Кету, голова и хвост дракона, и с тех пор он пытается пожирать Раху, пожирать Кету, но так как нет адекватного входа-выхода, то они вываливаются. И если мы говорим про солнце, то мы должны говорить про правителей, мы должны говорить про правительство, мы должны говорить про политику. И в этот раз очень интересное положение, потому что солнечное затмение будет в тот момент, когда солнце находится в знаке весов, то есть в знаке своего падения. Более того, у нас есть Венера в этом же знаке, и Венера сгорает, то есть она не может дать поддержку солнцу, она будет временно враждовать. Для самого солнца вроде бы как небольшая поддержка, но, поверьте, там не будет вот этой мощи, которая могла бы быть. Даже то, что солнце у нас сейчас, по крайней мере, в Варготаме, то есть оно и там, и в Расе в падении, и в Навамше в падении, то есть есть тонкая поддержка, оно не поможет. Почему ещё раз скажу, это важно, потому что солнце — это правительство, а знак весы — это политика, это общество. И у нас наступает такой очень интересный момент, когда воздушные планеты, воздушные знаки у нас наполнены энергией затмения, у нас есть там марсианская такая сильная энергия, и это будет давать жёсткость в коммуникации, это будет давать нежелание договариваться, какие-то острые громкие заявления, это будет давать вынесенные наружу какие-то конфликты. Для нас, для простых людей, результаты тоже будут, и я сейчас буду о них говорить. Я вам сегодня буду говорить, кто будет платить за то, чтобы у вас были какие-то результаты, с кем могут возникнуть очень серьёзные конфликты именно в общении, в понимании друг друга. И вы должны будете поразмышлять заранее, дороги ли вам эти люди, потому что только принятое заранее носили волю решение и сохранить отношения может вам помочь пройти правильно с уроками, где-то потратить, где-то получить, но в целом сохранить отношения. Для стран нехорошие моменты. Плюс есть такой момент, что на кшатра свати, в которой будет происходить вот это солнечное затмение, я сейчас так останавливаюсь на солнечном, оно, во-первых, первое, во-вторых, несёт такие глобальные результаты, но обязательно скажу несколько слов и про лунное затмение. Пока всё понятно, да? Любитель, прошла базовый курс, не консультирую, но смотрю карты всех знакомых. Да, я понимаю. Так, учусь быть астрологом. Я вот тоже учусь быть астрологом. Здорово. Все наши, все свои. Да, ну, слышно. Спасибо, ребята, что вы пишете. Я всегда ориентируюсь на поддержку, мне очень важно, и то, что в чате тоже пишут. Я не могу, как говорящая голова, рассказать. Я рак, мне важны отношения тоже очень сильно. Так вот, на кшатра свати, в которой будет происходить затмение, а именно в 7 градусах 50 минутах, если я не ошибаюсь по моей карте, есть, ну, там 8 градусов, грубо говоря. И я вас прошу всех достать свои карты, если они у вас есть, особенно с градусами, потому что то, что я буду рассказывать, это, знаете, такой будет небольшой мастер-класс тоже в том числе, так, чтобы вы имели возможность в дальнейшем анализировать следующие затмения. Я вам рекомендую по той информации, которую я вам сегодня расскажу, сделать анализ предыдущего затмения, например, да, ну, то есть то, которое у нас было раньше, чтобы вы понимали, как это отыгралось, да, ну, и наблюдать в дальнейшем. Согласны? Не будет это слишком вам сложно. И тоже напишите, нужно ли в конце достать ресурс. Мне обычно пишут, что оно очень помогает, но как сейчас, ресурс для каждого знака. Мне его опросили сразу несколько человеками. Так вот, Накшатра Свати, она, да и сам знак у нас, сам знак весов, очень материальный. Рахуанская Накшатра. И учителя все говорят, что если у вас Луна в Свати, есть ли у вас Луна в Свати, это очень могут быть богатые люди. Лагна в Свати, асцендент, Лагнеш в Свати, Луна в Свати могут дать такой, знаете, взрывной рост финансов и будут давать всегда возможность построить какие-то коммуникации, выгодный бизнес, договориться. Это очень важный момент. И тут эта Накшатра будет поражена на ближайшие полгода. Вообще по поводу результатов затмений я слышала 3-4 варианта, когда будут реализации. 6 месяцев, 4 месяца, сколько идёт затмения, сколько не идёт затмения, сколько не слушала мастер-классов, живых мастер-классов в том числе. Из Индии есть очень хорошее предположение. Результаты именно солнечного затмения будут идти до следующего затмения. То есть по сути достаточно долго. Но мой учитель сказал фразу, которая мне страшно понравилась, и на прошлом затмении я попыталась её посмотреть. Некоторые результаты реально закончились. Знаете, когда? Когда солнце перешло в второе, то есть когда солнце в середине января пошло уже по козерогу, то есть начался день богов, как будто они проснулись, увидели, что творится, и там были свои моменты. Например, когда начинался ковид, я, помните, не помните, наверное, я из Индии так-то делала прогноз и говорила, что-то вот вообще совсем нехорошее идёт, и сны у меня были очень плохие, и перед войной тоже были. И не закончилось всё прям в момент затмения. Поэтому полгода до следующего затмения мы ждём разворачивания результата. То есть что-то происходит, где, в каких странах, я сказала, это будет Европа, это будет Запад, Россия, это будет Украина, это будет там Норвегия, то есть там ближе к Антарктике, то есть это будет даже север немножко Африки. То есть это будут результаты, которые будут касаться ещё раз правителей, правительств, свати, накшатра, бизнеса. Однозначно коснётся бизнеса это затмение. Следующий момент. Многие учителя говорят о том, что будут страдать фондовые рынки, потому что какие-то очень серьёзные глобальные притурбации кету прям будет отрезать, трансформировать. Собственный знак кету по одной из традиций считается Скорпион, не только Марс, но как бы совладелец кету. Знали, да, об этом? И поэтому кету приносит маленькую смерть, он приносит полное отречение от материального. И мы будем говорить с вами о Пудже, которую я буду заказывать, мы уже заказали на 25 число, это единственное, которое стоит делать. Она вообще не про материальное, она про то, чтобы сохранить хотя бы как-то себя, понимаете, да? Поэтому кету приходит и говорит, так, кого или что ты любишь больше Бога. И для каждого знака сегодня я буду называть ту сферу, где придёт затмение и скажет, социальная реализация в этом направлении, закрываем. Если ты сильно слишком к этому привязан, мы отрезаем, закрываем вот этот момент. Если тебе что-то слишком нравится, если тебе что-то слишком хочется, если ты слишком за это зацеплен, ты потеряешь. Будут сильные уроки. У кого больше хорошей кармы, у того будут просто очень переживаний много. Потом могут пойти финансовые траты. Да, то есть смотрите, как работает вот эта кармическая лесенка. Почему я об этом рассказываю? В каждом доме это может реализоваться. Для каждого знака есть свои уровни. Первый уровень — это ваш ментал. То есть это самый такой ещё тонкий момент. То есть когда вы только начинаете что-то ощущать, что-то переживать на эмоциональном, то есть с каких-то тонких тел всё спускается вниз. Хорошие астрологи, хорошие аюргидисты, они на тонком плане могут ощущать заранее, что у вас будет наступать болезнь. Почему? Начинается всё со слов и с мыслей. Поэтому если вы теряете на уровне мыслей, то есть вы только переживаете, это очень хорошая карма у вас. Пожалуйста, запомните это. Дальше, если вы теряете деньги или материальное имущество, это тоже очень хорошая карма, к сожалению. Дальше вы начинаете терять ну прям вот крупные материальные объекты, там бизнес-машина, дом. Сейчас очень много людей проживает эту карму. Когда-то я проводила эфир и говорила, «Ребята, сейчас Кали-Юга, этот рост не навсегда, и сейчас очень многие души, даже полубогов хотят родиться». Для чего? Исчерпать страдания, исчерпать прорабха карму, которая выпала нам на воплощение, чтобы истощить всё плохое. Но, к сожалению, мы тогда все поржали, но многие тогда прикалывались с меня. Говорю, ну как бы впереди очень многое не самое лучшее. И то, что мы сейчас видим, это возможность или подняться, или упасть очень сильно. И поэтому дальше у нас идёт уровень потери близких, потери людей. Это могут быть ссоры, очень много семей распалось. Вплоть до того, что семьи с одной стороны, с Украины семьи, разводятся просто, расходятся люди, которые жили множество лет вместе. Они расстаются, потому что вдруг выясняются какие-то моменты. Я уже не говорю о том, что у нас могут распадаться семьи по разной стороны границ. Кто-то кому-то не помог, кто-то кому-то что-то сказал. То есть абсолютно объективные причины, почему мы абсолютно разрываем вот все эти связи. И следующий уровень — это уровень физических потерь. Это серьёзные болезни, это хронические болезни и так дальше. Поэтому как только вы на уровне ума видите свои очень сильные переживания по поводу какого-то дома, если вы как астролог примерно понимаете, маленький тест. Если я переживаю по поводу денег, конкретно денег, какой это будет дом? Напишите мне, пожалуйста, то есть как вы считаете. Или если я переживаю по поводу своего мужа, какой это будет дом? Дальше. То вы можете начать молиться, вы можете делать практики, вы можете делать определённые аскезы для того, чтобы поддержать себя, поддержать этот дом, не опускать ниже. Вы уже должны увидеть, что у вас будет реализована прарабха карма. Карма прарабха — это карма, которую вы не можете избежать реализации. Иногда это хорошая карма, это как будто вас Господь под ручку ведёт, от всего сохранил, или вы начинаете бизнес, и вам тупо везёт прямо, то есть всё находится. Это тоже прарабха карма? На что вы заслужили? Но чаще всего у нас именно в Кали-Югу, вот в это время у нас реализуется болезненная карма. У меня реализуется. Вы думаете, лучше? Вы думаете, я вам тут прямо сейчас скажу, включу тут нимб какой-то? Дулис-две, ребята. Дулис-две у меня тоже есть прарабха карма, поэтому я вам прямо говорю, потому что вот эту фишку по поводу слоёв я наблюдаю с 2012 года на уровне практики. То есть это одна из моих личных практик духовных и астрологических. Я прямо сейчас делюсь с вами, я часто говорю, но это может быть духовная практика. Если вы осознаёте, в чём урок, и способны, не скрижища зубами, поблагодарить за этот урок, всё реализовалось, фактически сразу всё отваливается плохое. Второй или одиннадцатый, верно? Муж по седьмому? Абсолютно верно. Деньги второй, одиннадцатый? Да, да. Но вот если по поводу мужа, это не значит, что мы можем перестать переживать за наших мужей, за наших друзей, согласно, ну это сложно. Но если вы хотя бы примерно допускаете мысль, что это и его тоже карма, и что вы можете молиться за него, страшный момент, но немножко, наверное, жёстко там сейчас говорю, тогда не будет больших потерь. Да? Понятно. Скажите, вы понимаете, зачем я вам сейчас это рассказала? Или вам кажется, что я в сторону ушла, как вы считаете? В своём окружении уже не первый раз наблюдаю, люди теряют бизнес, имущество, близких здоровья. Причём из серии было всё, осталось ничего. Смотрите, теперь я просто этот момент тоже прокомментирую. Первое — это личные периоды плюс активизация транзитами. Они включают реализацию кармы. И второй момент — как бы вы близко людей не знали, вы не знаете, что они думают до конца. Иногда мы сами себя не можем понять. Иногда муж оказывается для женщины терро-инкогнито, то есть табулой расы, то есть неизведанной территории, как будто новое, чего-то совершенно неизведанное. И вдруг оказывается, что у него там была любовница всё это время, он смотрел её в глаза и говорил неправду. Или ещё какие-то моменты, или что у них разные политические, не дай бог взгляды. Иногда любовницу легче пережить, чем то, что он совершенно по другой стороне баррикады. Это бывает страшно. И вот этот момент, когда вы не можете отвечать за то, что в головах у людей, никогда не бывает просто так. Приведу пример. У человека, например, есть проблема с финансами, он там что-то теряет. Мы смотрим в карту, у него очень плохо расположен Юпитер во втором доме. Это деньги, это финансы, это какое-то определённое родовое проклятие, тема, это с прошлой жизни у него тоже идёт тема. Не делился, жадничал, там тоже были свои нюансы. И вам кажется, что он на пустом месте потерял. А если копнёт его там супер психолог, или человек, который его долго знает, или человек искренне очень расскажет о себе, окажется, что он жадный. Каждый раз, когда он даёт, или наоборот, жадность проявляется через всё спустить. Это вторая сторона медали жадности. Понимаете? Поэтому то, что я буду сегодня рассказывать, оно касается вашей тоже кармы в том числе. И вы должны быть готовы к тому, что суперлегко в эти полгода не будет. У нас разворачивается Сатурн, и вот моя подруга Анжела, она очень классно заметила, что вот он сейчас разворачивается, и на Новый год он будет идти точно по тем же градусам, как он был 24 февраля. И идти он будет точно по Луне Украины. А Луна — это всегда общество, народ, это люди, это сообщество, общественность в целом. А когда Сатурн идёт по Луне, это всегда сады сати, это максимально жёсткие уроки. И вот вообще вся карта затмения всего показывает, что или народ начинает пахать, что делают волонтёры, или если начинает сраться между собой, то всё, начинаются очень жестокие уроки, потому что весы — это договориться, весы — это партнёр, весы — это потеря эго. Смотрите, затмение происходит на уровне потери эго. Затмение происходит на сердечной чакре. Это сложное затмение, это потеря себя. Часто в этот период люди теряют контакт с Богом на глобальном уровне. Кто-то, наоборот, к нему приходит, потеряв эго, а кто-то не может отпустить свои прибамбасы, деньги, положение, даже Родину, не может отпустить, забывая о том, что есть во всех смыслах всегда что-то большее есть, это Бог. Есть очень страшная легенда об этом, если захотите, я вам расскажу сегодня, но она очень страшная. Я её, может быть, уже рассказывала, но она прям страшная для меня была, потому что прочитала её после начала войны. Она меня отрезвила слегка, но не до конца, я ещё где-то там уже работаю с этим. И если эго уходит, то человек начинает видеть божественный свет, и он может соединиться. Но если она вот эта «почему? За что мне?» ненависть, абсолютно испепеляющая, без выражения гнева, то есть одно дело выражать гнев, а другое дело не пройти эти уроки. И тогда может быть очень страшно. И это всё усилит, и до Нового года это будет увеличиваться. 30-го числа, прямо вот в октябре у нас сейчас, но уже после затмения, Марс становится ретроградным. Марс — это тело, Марс — это война. Я своим ученикам в звёздах писала, что сейчас будет много огня, потому что Венера — это я джурведа, это ситуация с огнём. И сегодня, вот только сегодня, прочитала новость про дом в Вейске, бомбёжки Киева, и вообще сейчас все Украины усилились. Во-первых, Марс уже начинает как ретроградное действовать для разворота. И второй момент, мечеть в Индонезии обрушилась, просто вот начала гореть и обрушилась. И пожары, огонь, ещё какие-то вот такие огненные коммуникации, огненные события, они могут происходить. И следующий момент, ещё расскажу про фондовые рынки, про финансовые системы. Мы уже видим, к чему всё идёт. Да, зима впереди, да, есть какие-то коммуникации, которые уже сейчас обрезаются, расходятся, будет хуже. Вот этот ретроградный Марс, он будет давать проблемы с завоеваниями и с тем, что что-то кому-то будет возвращаться. То есть для населения, на территориях которого идёт война, то есть именно территории, на которых идёт война, они будут туда-сюда двигаться очень сильно. то есть будут какие-то отвоевания, и для Украины это очень непростое время, очень жёсткие несколько месяцев, очень жёсткие. То есть мы должны прям вот все это пережить, потому что будет сложнее. То есть это как-то такой был рывок, да, в освобождении, и тут раз, и могут быть не самые лучшие моменты. Вот видите, бомбёжки эти начались, это то, чего все тоже астрологи ждали, и очень нехорошие были прогнозы. Да, поэтому я вас напугала, да, наверное, немножко. Я дальше буду говорить только хорошее. Хотите или только плохое? Так, скажу сегодня, что скажу? Скажу, кому особенность всех нужно обратить, даже без отношения к знакам, кому особенно нужно обратить внимание, у кого будет активация очень сильная, вам нужна для этого своя карта. Обязательно с этим, с градусами, да, это такой важный, важный момент. Отдельно скажу, что те, у кого имя начинается, если не ошибаюсь, на Айл, я напишу об этом у себя в Инстаграме, прям напишу несколько имён, на которых сильно повлияет тоже затмение, сейчас не буду говорить. Очень быстро могут быть такие резкие события в ближайшие 4 месяца и до следующего затмения, так как у нас происходит затмение в подвижном знаке, то первые результаты могут проявиться уже даже через 2 недели, ну, то есть какие-то будут очень значимые изменения. Ещё раз скажу, дело касается общества. Солнце будет очень-очень близко до точного градуса своего падения. Это очень плохо. То есть могут быть очень значимые изменения в правительствах. Это такой важный тоже момент. Вы знаете, что солнечное затмение у нас происходит на Амавасе, то есть когда Новолуние происходит, Полнолуние, это даёт нам лунное затмение, будет полнолуни. Значит, страшная легенда. Нарада, тот, который, я уже, наверное, рассказывала эту легенду, позволю себе рассказать его ещё раз. Нарада, который получил настолько за свою сильную преданность, благословение путешествовать между мирами, так что он всюду сопровождает Господа для того, чтобы иметь возможность видеть его игры, наблюдать его, петь ему хвалебные оды, просто присутствовать, да, и он всюду ходит, как посланник тоже Всевышнего, он может проникать абсолютно без приглашения всюду, во все миры, и он такой Нарайна, Нарайна, знаете, может быть, в фильмах этих индийских вы видели, когда он такой Нарайна, Нарайна, он однажды осудил людей и говорит такой, знаете, ну, потому что не только люди могут ошибаться, да, но это тоже определённые игры для того, чтобы мы потом могли услышать эти легенды, и он такой, Господи, я вообще не понимаю, что там за счет, не сказал, людишки, но как вообще можно, вот сейчас тоже, пожалуйста, будьте максимально внимательны к своим словам, как только вы возле затмения, плюс-минус шесть дней, скажите фразу, как можно вообще, Господь вам поможет понять, как можно, да, ну, то есть, вот такой вот нюанс будет, очень быстро реализовывается сейчас карма, пожалуйста, думайте, что говорите, когда вы говорите, ну, ничего себе, вы сразу такие, раз, себя запомнили, очень много вот этих программерских штучек, таких программирующих, и он такой, Господи, как же можно вообще так вовлекаться в эту маю, в эту всю иллюзию, ты же понимаешь, мы-то знаем, как можно вообще не видеть тебя настоящего, как можно прельщаться какими-то временными связями, это же секунда вообще, жизнь человека, как секунда мелькает, это муравей, вышел, умер, все, а мы только еще завтракаем, как они вообще могут, тебя они видят за всем этим, он говорит, ну, слушай, это долгая история, сходи, пожалуйста, принеси воды, принеси воды из реки, и я тебе сразу же расскажу, то, что горло пересохло, он пошел, значит, к Ганге, взял кувшин, приходит к Ганге, смотрит в воду, надо, он какой-то загрязнился, думает, я не могу, Господу, принести грязную воду, там какая-то глина была, что-то это, он, значит, заходит в воду, думает, я омоюсь, и тут он начинает тонуть, его как-то так понесло течение, он подскользнулся, выныривает, и тут видит, подходит красивый очень мужчина и говорит ему, девушка, прекрасная, давай мне руку, я тебя вытащу, прости, что я к тебе прикоснусь, в общем, выныривает он девушка, он уже не помнит, что он был мужчиной, он влюбляется страшно, у них такая искра мелькнула с этим мужчиной, он её отвёл к своим родителям, пока они шли, они разговаривали, оказались просто родными душами, видно, что это, знаете, такая кармическая связь, кармическая связь, видно, что прямо такие искры у них друг между другом, он наслаждается своей красотой, там поправляет этот локон, выбившийся, там серьги звенят, браслеты звенят, этот не может отвести от него взгляда, они женятся, им проводят прекрасную церемонию, у них прекрасная первая ночь, он, значит, рождает ребёнка, Нару, в теле женщины, чудесный малыш, такой сын вырос, красавчик, потом он приводит невестку, эта женщина там перебирала их невестками, выбирали, они воспитывали этого сына, у них было восемь детей, в какой-то момент она уже такая старенькая достаточно была, прожила полную наслаждение жизнь, дом полная чаша, они принимали гостей, в какой-то момент соседний царь нападает на их государство, и их деревня оказывается прямо на пути войска, и что только не творили эти воины в их селе, эта женщина приходит в себя вокруг трупы, пепелище, всё разворовано, изнасилованные женщины, убитые дети, её внуки лежат трупами, и она лежит и понимает, что всё, её жизнь закончилась, просто она сейчас умрёт, и в какой-то момент она уже лежала там больше суток, просто губы начали трескаться от солнца, и она увидела на нижней ветке дерева манго, и она не могла достать, она так ослабела, что и палкой она не могла достать, и она подтащила труп мужа, труп сына, труп внуков, и по ним подобралась к этому манго, она взяла в руку манго и очнулась, очнулась с народой, и она увидела себя на трупах своих детей, которые не их дети, и в этот момент она оказалась возле Господа, Он, Господь спрашивает, ты понял? И после этого народа больше ни разу не говорил, как так можно предаться иллюзии, такие дела. Поэтому такая вот вам страшная история. Как вам? Мне было очень плохо, когда я ее читала. Сразу несколько моментов. Затмение будет в свате, поражаются все Накшатры Раху. Накшатра Сфати это Накшатра Раху. И кету сейчас получает влияние Раху еще более сильно, и это безумно кармический узел, то есть сейчас реализовывается и будет реализовываться в ближайшие несколько месяцев конкретно карма каждого государства, человека, правителя, очень сильная кармическая связь. Почему я сейчас начала там серию про чакры в stories? Мы уже продавали этот прекрасный мастер-класс, честно, мне за него не стыдно, про Раху Кету, потому что вот эти уроки они будут реализовываться. У каждого государства тоже есть свои уроки, свои карты есть, они реализовываются. И Накшатра Свати и плюс две соседние Накшатры это Читра и Вишак. Если у вас есть планеты в Накшатрах Раху это Свати, это Ардра, это Шатапхиша, посмотрите, пожалуйста, в табличке у вас будет написано если у вас там планеты. По каракатвам этих планет могут быть отрезания. Ну, то есть если там Луна, то по маме. Если там Венера, то по отношениям. Если это Марс, то могут по физическому телу, то есть вы можете плюс посмотреть, какими домами вас владеют. Это будет максимально индивидуальная тема. Ой, простите, это у меня сел комп тут. Пока я с вами разговаривала, он абсолютно сел. Вот этот вот момент. Это обязательно посмотреть. Дополнительно в Читре и в Вишаке у нас должны быть планеты, будет реализаться. Дальше. На лунное затмение, про лунное затмение тоже пару слов скажу. Это наша психика, то есть это часто моменты, которые будут нашими личными в семье. Это могут быть с нашим телом, потому что Луна растет, убивает, это тоже наше тело, как и Марс, такая, как плоть в целом. Это наша психика. Если у нас в карте есть какие-то сейчас, простите, если у нас в карте есть какие-то особенно показатели на то, что сейчас может что-то происходить, когда это может быть, когда в этих Накшатрах стоит хозяин Махадаши или Антардаши. Понимаете, о чём я говорю? Лаг Навардри, это будет касаться всей жизни. Кетуша Тапхиша, о, красота. Подночь я ки свитлови чутящую до свитлов в конце туннеля. Да, потому что мы обязательно все вернёмся к Богу, как Нара довернулся. Ребята, мы все пройдём все свои уроки, мы как пузырёк воздуха, мы не можем где-то застрять, мы обязательно своим путём, но обязательно доберёмся до вот этого я не просто верю, я точно знаю. Поэтому будьте готовы к тому, чтобы возвращаться каждый в своё время, просто нам нужно немножко сил, кому-то нужно немножко больше времени с этим. Согласны? Дальше. Если есть касание, то может быть вся ось затронута. То есть если у вас происходит что-то рядом со сватей, если у вас в свате особенно есть планеты, то обязательно будет задета вся ось двух вот этих противоположных домов. Если есть лагна, то это будет касаться всей вашей жизни. Сразу тоже скажу, это будет касаться всей вашей жизни. Это важный момент. Так, где гугл-хром? Останавливайся, пожалуйста. Мне тоже надо сел к компьютеру. Дальше. Я называла градус, 7 градусов 50 минут. Есть ли у вас в карте для начала именно в весах планеты около 7 градусов? Вот в пределах 5 градусов это где-то, да, там от 2 50, да, вот 5 туда, 5 сюда, вот эти предел 5 градусов. Если у вас есть планеты вот рядом, то будут очень сильные активации, очень сильные. Если просто где-то рядом в весах, ну туда, там будут какие-то события, туда-сюда, вот это вот будет тоже. Но если около 7 градусов 50 минут, ждите. Еще важный нюанс, градусы тоже в целом работают, посмотрите просто вот как бы карту со списком. Если в любом из знаков есть в 7 градусах, 8 градусах, 6 градусах, 9 градусах, у вас есть любая из планет бинго будет работать. Как лунация работает, один из учителей давал эту технику, я проверяю, работает очень круто. То есть там помесячно мы можем делать прогнозы, я для себя делаю, какие могут быть там вот эти активации. Обязательно тоже будет работать. Ребята, не сложно я даю, это же простая информация, правильно? Я потом отдельно знаком просто расскажу, но вот эти моменты мне бы хотелось, чтобы вы как астрологи могли и себе близким ещё глубже посмотреть. Как поставить защиту на затмение? Я расскажу, вы знаете, чем я была поражена? Я открыла, я специально принесла вам показать, у меня есть куча тетрадок, но я открыла тетрадку, которую я писала в Индии на одной из конференций астрологических, которых я была. И я открываю, и сейчас поймёте, в чём прикол, я открываю, и там написано «Граха, шанти, карма». И обведено вот так вот. И я помню, как это было года три или четыре назад, я ещё не до конца поняла, что это он сказал, это Ганеш говорил, мистер Ганеш, он очень крутой астролог, это мы были на личном у него мастер-классе, и он, среди прочего, дал про затмение, он говорил про «Граха, про Вэш», переходы планет, про ретроградности, и он рассказывал, что в тот момент, когда происходит затмение на территории страны, так, подождите, вот, тихо, не говори ничего, тихо, женщина, тихо, женщина, на территории страны может помочь, и обязательно нужно сделать, «Граха, шанти, про Вэш», «Карма, пуджу». А прикол в том, что мы уже договорились с Тадмаем, с его броминами, про то, что 25-го числа будет, что, и мне приходит ответ, какая будет пуджа и когда, «Граха, шанти, карма, пуджа». 25-го числа. Нельзя делать никакие материальные дела в момент затмения и никакие материальные дела нельзя не просить, даже пуджи нельзя делать, ничего нельзя такого делать, кроме того, чтобы молиться о реализации каких-то менее плохих этих сценариев. я ещё поподробнее расскажу, просто я была удивлена, когда это в один день всё вот так вот совпало. И тогда я поняла, что Ганеш имел в виду. Вот это я поняла. Да. Новограха, шанти, карма, пуджа. Про это я скажу. Дополнительно, что мы можем делать? Дома молиться, чистоту соблюдать, это тоже я скажу. Дальше. Я хочу прочитать, не слишком ли сложно. Да, всё супер понятно, отлично, полный комплект у сына. Так, интересно, да? Легко, супер всё тогда. Как поставить защиту на затмение? Так, всё. Кому непонятно, ну, я попозже там объясню. Какой у нас знак зодиака будет показывать характер вообще событий в целом? И ещё раз я скажу про весы. Это партнёрство. В первую очередь для нас с вами это семейное партнёрство, но так как это солнечное затмение, то я бы скорее сказала с социумом связь, с начальством, с отцом, потому что через солнце коммуникация с этими людьми может быть очень непростой. Любое партнёрство с ними может давать не самый лучший результат. Хорошо? Дальше. Очень сильно влияют любые там самбанхи во время затмения, то есть связь. И что мы с вами видим? Мы видим, что ещё раз момент затмения у нас там не только солнце, луна и кету рядом, а у нас ещё приходит Венера, поэтому прежде, чем я буду давать прогноз по всем знакам, вы сами смотрите, мне не нравится то, что там происходит, потому что Венера в 8 градусах в 30 минут, она очень близко, она будет принимать на себя не только как хозяин дома, где затмение происходит, она ещё будет как планета сгоревшая, и она будет там, где ещё телец, знак тельца, там тоже будут реализации по отрезанию, по ужиманию, Венера у нас что, это ещё раз отношения, Венера это у нас ещё раз деньги, потому что весы это бизнес ещё всегда, то есть седьмой дом, когда мы анализируем абстрактные весы, это седьмой дом в доме у человека, это ещё бизнес, это тоже может быть проблема очень сильная. так, если у вас происходит затмение в шестом, в восьмом доме, в двенадцатом доме, это нехорошо, это плохо. Кету, как хозяин скорпиона, он даст всегда трансформацию, я вам об этом сказала, но солнечное затмение может принести вам хорошие плоды, ещё раз скажу об этом, хорошие результаты и плоды, то есть всё рушится, а вы получаете что-то хорошее. Когда это может произойти? Когда кто-то за это заплатит? Я скажу, кто будет у вас платить. Смотрите, ребята, идут переговоры по продаже бизнеса, не продавать, я не знаю, всегда нужно смотреть вашу личную карту, это всегда очень индивидуально, потому что кто-то теряет, а кто-то обретает. Но я скажу, что любые начинания, сделки и так далее, плюс-минус три дня возле затмения лучше не делать. перенесите туда-сюда. Это такой вот важный момент. Ещё раз, Венера Нидхираши это хранилище богатств, именно в Венеров, вернее, весы, и поэтому могут таять сбережения в этот период, могут таять и рынки, сбережения, коммуникации, всё, вот такое, знаете, схлопывается очень сильно. Кету приходит, ещё раз скажу, и спрашивает, где там твоя иллюзия, у меня есть ножнички, у меня есть прекрасные ножнички, а давай-ка мы тебе сделаем чик-чик-чик, чик-чик-чик, да? Так, у нас ещё будет прекрасный праздник, где повали, о нём я буду рассказывать другое. Раху затмение даёт более значимые результаты, даже для Солнца, и поэтому сейчас будет очень очищение, трансформация, а такие прямо суперизменения все астрологи ждут с весны. То есть сейчас будет подготовка звездиться, а какие-то уже реализации, результаты того всего, что сейчас накопится, будут уже сильно с весны. Очень много будет пертурбаций по территориям, по людям, будут разваливаться определённые союзы, это всё будет весной, будет чётко там, многие видят смену правителя, это прям однозначно будет что-то происходить, да, потому что там такие серьёзные затмения. Так, дальше. Ну, затмение будет в Омне, ещё раз. Будет затмение не просто в свате, а в дхармападе, то есть это пада, которая отвечает за дхарму. То есть в этот период будут пересмотрены договорённости, правила, законы, ваши личные какие-то правила жизни. Если по вашему, по отношению к вам точнее, должны быть выполнены какие-то обязательства, торопитесь, потому что может всё поменяться, может прям всё что-то как-то ускользать, особенно если вам как-то что-то там кто-то должны. Но в этот период я вам лично очень сильно рекомендую придерживаться дхармы, не поступать подло, не подводить, если вы уже пообещали, это прямо важно, особенно вот близких людей, которые от вас как-либо зависят. Это может дать очень потом плохие результаты, очень. Варахамихира говорит, что если затмение происходит в весах, то будут на торговцев и бизнес основные удары приходиться. Поэтому если у вас есть бизнес, и если вы ещё до этого как-то не сократили расходы, сократите. Прям не покупайте супер нового, ничего. Можно быть такое, что торговцы, бизнесмены в этот период примут супер плохие ошибочные решения. Очень многие могут ошибиться. Прям нехорошо. И у нас нет аспекта Юпитера в этот раз, у нас нет участия Меркурия в этот раз. Ну там разве что самбанха через Надю, астрологию, ну это такое. Поэтому очень плохо для женщин, для здоровья. То есть очень много страданий женщин предвидится. Но мы сами понимаем, почему. То есть война никого не щадит, особенно в отношениях огромные просто идут потери. И очень много вдов остаётся. Сирот, вдов. Но вот прям в целом идёт страдание женщин, страдание женского здоровья, дипломатии, министерства. Путешествовать чисто ради удовольствия я не рекомендую в этот период. Пожалуйста, если вы хотели куда-то поехать, чисто полежать на пляжу, подумайте, может быть, стоит воздержаться. Затмение в Накшатре Раху-Кету даёт всегда смену каких-то структур. То есть будут глобальные изменения, которых раньше мы с вами не видели. Обязательно будут. Раху где находится? Там всегда у нас будут желания, там у нас будет сейчас затмение в Бхаране и зону, где я буду называть. Я для каждого знака очень коротко дома назову. Но я не знаю, нужно ли в целом просто сейчас эту фразу сказать, что там, где затмение у нас сейчас Раху, Овен, у нас будет выход желаний, которые вас заставляют перерождаться. То есть если вы не справитесь с этим желанием, как можно справиться? Или без лишнего его реализовать и забыть, или вы будете очень много думать и поймёте, почему вам это не нужно, только очень по-честному. Или вы отложите это на подсознание и родитесь в следующей жизни конкретно с какими-нибудь ретроградностями для того, чтобы это должно было бы быть реализовано обязательно. Это такое вот очень важно. Ещё раз, смотрите, пожалуйста, где у вас, на каких планетах у вас это происходит. По карме этих планет будут серьёзные очень реализации. Чем ближе к градусам, тем сильнее. Про потрясения рынков я сказала. Солнце у нас в свате сейчас могут быть проблемы для лидеров. Это я тоже сказала. Общественность я сказала. Про Накшатры я сказала. Ну что, погнали по поводу знаков. Так, коротенько. Итак, что я вам обещала сказать? Кто у вас будет за всё платить? По здоровью обещала рассказать, да? Где у вас будет очень много желаний, таких прямо безудержных иногда, прям что вот ошибки какие-то могут быть. И так, вы меня ещё слышите или нет? А ну-ка поставьте мне что-нибудь, пожалуйста, а то что-то вы все затихли. Перед планетой, перед знаками. Давайте. По здоровью, да? Я обещала тоже сказать по профилактике. Вот, спасибо, Лисе. Вижу всё, первый крестик сердечки. Поехали. Спасибо, ребята. Помню уже, да, что я там переживательный рак. Это правда. Так, и следующий момент. По-прежнему двойной аспект у нас идёт ещё до января на рак. Где рак, там у вас сейчас происходит. Я не буду на этом останавливаться в прогнозе. У нас был прогноз на эту тему. Где у вас знак рака, там происходит очень сильное изменение. Это очень важно, потому что вы или смиритесь и будете делать просто то, что можете. То есть смотрите два варианта. Или вы работаете и делаете, что можете. Просто там, даже если валится из рук, вы говорите, я делаю всё, что могу. То есть это не моя прям вина, что здесь там всё рушится. Или наоборот, всё получается. Это не только мои плюсы какие-то личные. Это не просто я там красавица. Вот что-то происходит. Я, видите, я рак, да, вот я постриглась там. У меня очень много поменялось в самоопределении, ещё в чём-то. То есть это такие важные моменты. Смотрим, где у нас рак находится. Там мне нравится затмение лунное, потому что там будет ещё связь с Меркурием. То есть там совсем с мозгами может быть очень тяжело. Возле 8-го числа прям будьте готовы к тому, что люди будут неадекватны около 8-го числа. Я консультировала сегодня и говорю, девочка, что около затмения будут серьёзные вопросы с госорганами. Мы к 8-й идём документы подавать. Я говорю, нет, вы не идёте 8-го числа подавать документы. А, ну хорошо, мы не идём. Ну хорошо, что я сказала. Это был вообще такой момент. Давайте так, мы по порядку идём или не по порядку? Да, говорили, расскажите, кто за это будет платить. Да. Давайте начнём. Я предлагаю начать со львов, потому что их планета затмевается. Их планета затмевается в третьем доме. И то, насколько сейчас львы могут чувствовать свою беспорадность, то есть это, не знаю, как-то по-русски сказать, знаете, то есть когда ты делаешь, а не получается. То есть когда ты делаешь, а вот всё как будто мимо, всё немножко не так, ты готов уже чуть ли не бесплатно всё давать, а оно вот всё не туда немного, как будто отрезаются ваши результаты, нарушаются все ваши планы, дорогие львы. И, конечно же, страдает жизненная энергия. Я не скажу в целом здоровье, но очень падает жизненная сила, очень падает уровень энергии, который вы можете применять. И в этом есть проблема со здоровьем. Просто львы могут лежать иногда пластом, потому что сейчас нет дополнительных сил. У них меняется восприятие жизни и будут и должны быть изменены какие-то жизненные правила. Вы могли быть очень жёсткими в последние полгода к себе, к другим. Пришло время пересмотреть правила. Вот просто запишите себе, переписать свою личную конституцию. Очень рекомендую львам немножко очнуться и пересмотреть. Особенно если вы женщина-лев, вы должны быть более мягкими к себе. Я прям отдельно вас прошу об этом. Беспомощность, да, всего лишь. Беспомощность. Дополнительно, кто за это может заплатить, если вдруг у вас начнёт получаться? За это могут заплатить ваши соседи и ваши однокашники, подружки, младшие братья и сёстры. Что значит «могут заплатить»? Они могут по-хорошему заплатить, то есть помочь вам, поддержать вас. Это не домочация, это скорее вот кто-то, знаете, на одном горизонтальном уровне с вами. Да, по орудхе тоже можно. Вот по лунной не всегда. А орудха, но это только касается внешних частей. То есть если вы по орудха лагне лев, всё, что я говорю внешним, социумным, то есть если я говорю, вы будете переживать, это вы не слушаете. Если я говорю начальник или ещё что-то, вы это можете слушать. Вот такой важный момент. Дополнительно. Может хотеться вбухать все силы в какое-то одно направление, не делайте так. Дополнительно. Очень много вопросов в целом со здоровьем такого общего порядка, как я говорила. Говорится, что вроде как упадок сил. Я рекомендую в этот период отдохнуть чуть-чуть. Ну прям нужно немножко отдохнуть, и львам нужно попуститься. Планы должны быть переписаны. Вы не должны возвращаться к тем спискам, которые были, например, там довоенные, куда вы хотели себя загнать всё это время. Те, которые до затмения были. Вот пройдут все затмения, сядьте, ещё раз всё перепишите. Без жадности, пожалуйста. Дополнительно. Работа может пострадать. И сильно. Отношения на работе могут пострадать. И сильно. Вы будете неуравновешенно общаться с коллегами, с начальством. Мне это не нравится. Поэтому будьте, пожалуйста, более трезвыми в общении. Договорились? Дети. А я не знаю, у нас много детей. Про львов. Сто процентов про львов. Ощущение, что ушла сейчас далеко от себя. Спасибо. Началась возвращение к телу. Йога, пранаяма. Правда, очень требовательно к мужу. Дополнительно. Когда Сатурн развернётся, станет, возможно, чуть легче, но по-прежнему есть какие-то моменты. По поводу детей львов, если у них есть братья-сёстры, у них могут быть буллинговые моменты. Они не уверены в себе. То есть очень важно дать поддержку и меньше давить, и гнобить. Это очень значимый момент. И львам нужно гулять. Пожалуйста, львы гуляйте. Это всё, что я вас прошу. Потому что активные физические нагрузки я там сейчас вам не прописываю. Желаний много, у вас амбиций очень много. И чертовски мало получается на этом фоне. Договорились? Про каждое слово в точку про львов. Спасибо большое. Очень много буллинга к брату. Да, к сожалению, сейчас это будет. И к восьмому числу это может очень усилиться. И поэтому защитите детей. Возможно, львам ближе к восьмому, после восьмого стоит даже сходить на какие-то поддерживающие терапевтические встречи или просто послушайте с этими детьми что-то. Ну, это хорошо. И если вы маленький лев в душе, вам нужна максимальная поддержка, которую вы можете себе дать. Иногда бывает, что у вас хранится что-то вот на такой чёрный день. Какое-то воспоминание из-за бутылка особенного вина, чай, бабушки на варенье, маме на платье, письмо от любимой подружки, возможность попить чай с человеком, который вас очень любит и будет благодарить и хвалить, отзывы о вашей работе. Вы, кстати, я надеюсь, дорогие львы, собираете отзывы о вашей работе для таких вот тяжёлых дней. И сейчас время, когда нужно вот этот месяц пользоваться вот этими запасами веном из-за дуванчиков, которые я, как у Рая Брэдбери, которые я рекомендую доставать и пользоваться сейчас. Странное ощущение в жизни, всё как-то не так, и не то у младшего брата проблема. Мы с сестрой-близнецей по жизни, по астрологии солнечной львы, мы так ругаемся в последнее время. Теперь понимаю, почему. Да, котик. Муж лев, много серьёзных вопросов по бизнесу, ощущение, что всё рушится или вот-вот рухнет. Стараемся вместе гулять в лесу или просто перед сном. Особенно, если львы задействованы в торговле, вообще капец. То есть, если ваш бизнес зависел от торговли, всё может упасть. Будьте осторожны, пожалуйста. Девы, идём дальше по порядку и закончим дорогими раками. Девы, вы попросили по порядку. Если ещё раз скажу, я кого-то пропускаю, вы мне напоминаете. У Дев есть возможность в какой-то веке, как это ни странно, разобраться со своими доходами, с откладыванием денег. Шикарное время для того, чтобы разобраться с ограничивающими родовыми, в первую очередь, установками, по роду отца, в первую очередь, по деньгам, по ресурсам. То, как вы сейчас можете это увидеть, редко когда может выпасть такая тема. Это может быть, сразу тоже скажу, ограничение по бедности, по небезопасности, по наказанию за богатство, за то, что человек высовывается. Что нужно делать? Прорабатывать мужскую линию, прорабатывать род. Завтра, например, Макха в четверг, если я не ошибаюсь. Дорогие мои студенты, напишите мне, пожалуйста, и может быть шикарная просто возможность. Все, кто у меня проходил вот этот марафон по роду, не помню, мы закрыли уже, Серёжа Черничка, медитацию, давай ещё на один день откроем, чтобы ещё завтра можно было пройти. Все, кто покупал медитацию с отцом, разговор с Божественным отцом, сделайте её завтра. Да, Макха, спасибо, Томочка. То есть, если вы умеете молиться, если вы знаете, где у вас есть храм, сходите, помолитесь за всех отцов. И, особенно девы, помолитесь за всех предков, особенно по мужской линии, и сходите, пожалуйста, в их храм, и потом попросите поддержки. Помолитесь за их души и попросите поддержки. И попросите совет. Такой совет, который они вам дадут, я вам, поверьте, я очень бы хотела быть звездой. Я искренне иногда себя такой считаю, иногда говном, иногда звездой получается, иногда по-разному. Но такой совет, ребята, как вам дадут ваши предки, поверьте, я не смогу вам дать. Поэтому вы сможете на них положиться, вы сможете опереться, и ваши границы раздвинутся. Если вы этого не сделаете, вы заплатите деньгами, вы заплатите свои, ну, заплатит ваша семья, как будет расти, продолжать напряжение. Но также в семье, если есть какие-то проблемы, вот предки тоже могут очень сильно сейчас помочь. Как это там? Неудивительно. Дополнительно рекомендую девам благотворительность. Хотя бы кусочек, хотя бы немножко. Можно голосом, знаниями. Очень глубокие сейчас у дев могут быть слова. Огромное спасибо за марафон. Я как раз сейчас его заканчиваю проходить. Дослушиваю медитацию. Супер. Доступ на марафон до 20-го был. Прекрасный марафон. Да, я его как раз посвящала тоже маме, которой уже здесь нет, и у которой как раз 7-го числа был день рождения, 7-го октября. Спасибо большое. И вот там у нас есть медитация в марафоне, с отцом связана, и вообще любые сделайте. Вот где вы особенно. А всем остальным знаком, если вы делаете любые медитации, связанные с родом, почему только на мне можно много в интернете открытого. Ну, ребята, давайте будем откровенными. Я, конечно, хотела бы, чтобы все делали мои медитации, но нет. Если вы делаете завтра медитацию, у вас знак, где у вас дева, может очень сильно включиться. Даже не лев, а именно дева. Я потом объясню, почему. Или не объясню. Дальше. По девам. Горло, щитовидка, зубы. Не смейте лечить сейчас зубы, пожалуйста. Только что-то ургентное, срочное, там удалитель, еще что-то. Могут быть какие-то прям потери в этот период. Да. Обострение хронических заболеваний. Да. Вопросы со сном. Да, к сожалению. Ваша речь может быть не только глубокой, но припаскудно-острой. Просто простите за эти слова. Вы можете говорить гадости. Будьте, пожалуйста, иногда более чуть-чуть молчаливы. Что рекомендую девам? Порекомендую, даже дам прям рекомендацию. Это иногда брать мауну, практику мауны делать особенно. Особенно по пятницам и по воскресеньям. О, вы будете прям выдыхать. Побывать в одиночестве и выдохнуть станет сильно легче. Если у вас есть дети, Девы, то постарайтесь дать им возможность находиться в комнате в одиночестве хотя бы иногда. И Дева актуализировалась в вопросе недостойности денег в вашей родовой медитации. Замечательно. Супер. По луне и по ладне. Скажите, пожалуйста, прогноз для знаков зодиака по асценденту в первую очередь, Марина. Асценденту можно орутку смотреть, если вы знаете, как. Да, спасибо, Сергей. Для тех, кто покупал марафон, завтра будет еще открыт доступ к медитации. До какого времени нельзя Девам лечить зубы? Смотрите, пока Марс ретрограден, я никому не рекомендую хотя бы что-либо делать с телом. Никакие операции. Это до января. Никакие хирургические вмешательства. Никакие, не дай бог, там ставим зубы, ставим грудь, там все такое. Но если это аппендицит, мы идем и быстро делаем. Говорим, о, классно, Марс у нас забрал карм. Но планово мы не делаем. Ну, я могу быть в этом плане глупой, жесткой, но, пожалуйста, не надо. Договорились? У нас есть Аня Русалкина. Сходите, она вам подберет дату на операцию. После этого, если нужно, пожалуйста, сходите к другим астрологам, подберите себе дату или интуитивно уже после этого. Руд Халагнов, девя, очень хорошо замечаю, как речь стала острее в общении с не очень близкими мне людьми. Много недовольства раньше себе такое общение позволяло. Да, я не стала говорить, но это претензии. Это жесткие претензии, потому что вам хочется тратить больше, а все должны за это заплатить, особенно близкие. Не надо так. Где еще могут быть вопросы? С начальством могут быть серьезные проблемы и вопросы. С начальством прям могут быть жесткие моменты. Мне не нравится ситуация. Вот если вы где-то полагались на удачу, там, не знаю, что-то там экстремальное или еще как-то, ее сейчас будет меньше, чем обычно для вас было. Где вам нужно возвращаться к телу, потому что есть шикарная на это возможность, особенно пока там Меркурий у нас хотя бы как-то идет, обучение и так далее. Потому что через пару месяцев, два месяца буквально активизируется снова вопрос здоровья. Готовьтесь сейчас. Есть? В конце вебинара я расскажу всем очень короткий ресурс по два слова. Весы. Идем по весам. Самый сложный транзит для весов. Честно скажу, все затмение, все транзит, просто весам полагнет, так утюжит. Но если вы помните, я когда-то говорила, что скорпионам будет трудно, и то время закончилось, и началось это время у весов. Всех моих знакомых весов очень серьезные изменения или внутри, или снаружи. Потому что, знаете, когда затмение на кендрах, то есть это первый, четвертый, я вам сейчас скажу знаки, у которых это происходит. Если вы лев, если вы весы, если вы рак, или если вы, подождите, овен, козерог, то, а нет, лев, нет, простите, пожалуйста, если вы овен, весы, рак или козерог, то эти изменения в вашей жизни после затмения будут настолько сильно видны, что их не пропустят ни вы, ни ваши близкие. Вот как я постригла, да, то есть, ну это такой, может быть, и мелкий пример, но это будет так, что вам скажут «Ого, вот это ты поменялась!» И если там у раков, у козерогов это могут быть вопросы работы внутреннего счастья, то у весов и у овнов это межличностные вопросы, это самовыражение, самопрезентация, самоздоровье, вопросы того, что тело поменяется больше, меньше станет. Есть очень серьёзные могут быть изменения в теле. Обязательно проверяйте по здоровью любые вопросы, проблемы, не в плане «Ой-ой-ой, что-то происходит», а в плане «На всякий случай не залечивайте себя, не дай вам, Господь, принимать антибиотики без рецепта». Ну такое, я знаю, что вы у меня умные, вы так не делаете. Скажите честно, принимали когда-нибудь антибиотики без рецепта? Ну вот, вопрос ко всем знакам, да? Надин, вы чё кричите? Большие буквы — это крик, вы же не кричите, правда? Дальше, по весам. Что ещё? Вопрос того, что амбиции переполняют, они будут просто лезть из вас, позвольте им реализоваться. Будут прямо идеи, возможности, желания, будет хотеться как тот, как этот, всё успеет, столько вопросов и всё в вашей голове, столько мыслей. Что вас будет спасать? Медитация по… Если у вас есть моя медитация, если нет, ищите в интернете, есть разные медитации, вы найдёте по остановке внутреннего диалога. Очень сильно рекомендую хотя бы иногда проводить время во внутренней тишине и без гаджетов. Ребята, держите чистоту внутреннюю. Сейчас с весам так может быть непросто. Я знаю, как вам непросто. Котики, я прям вижу, поверьте, я вижу, что вы переживаете. Хотя бы 20 минут отложите телефон, больше его не откладывайте. Отложите. Побудьте просто вот в тишине такой и думайте, боже, как скучно, как скучно, что делать. Раскладывайте бельё, поговорите с ребёнком, только не орите друг на друга. Походите на природе, какие-то моменты такие, послушайте близкие вживую. Побудьте просто где-то возле воды, но на свежем воздухе в первую очередь. Но так, чтобы вы не смотрели в буквы, чтобы вы не слушали звук, какой-то обучающий в очередной раз и так дальше. Пару месяцев, как начала ходить весы на висцеральный массаж, реально физически меняется тело. Да, что я рекомендую? Я рекомендую вам лимфодренажные массажи тоже, висцеральные массажи, разного рода расслабляющие практики. Но вот этот кету на голове, он может давать повышенное давление. Сейчас там ещё у нас солнце, риск разного рода, к сожалению, кровоизлияния в мозг. И, пожалуйста, не перенапрягайтесь, не переживайте слишком сильно. То есть если вы видите, просто ваше переживание никому пользы не притесёт. Если вы себя доводите до уровня тотального стресса, полопаются капилляры в глазах, в голове, нам этого не нужно, нам инсульты не нужны. Проверяйте давление, если нужно пропейте цикл, травки успокоительные. Вот прям это ваш сейчас тоже вариант, потому что и гнев из вас льётся, и всё из вас льётся, и амбиции льются, и нужно себя сберечь сейчас, пожалуйста. Договорились? Головные боли каждый день, причём чем ближе к затмению, тем сильнее не могу снять болевой синдром. Психологическая штука. И плюс вот здесь вот эта штука, если сильные головные боли, это могут быть, ну я не знаю, верите вы в это или не верите, но я некоторых вижу прям, прям вижу, особенно если человек курит. Причём от алкоголя не такие штуки, это именно от сигарет бывает, от электронных не такие, это именно от живых сигарет бывает. Штуки лярвы прицепляются сюда, очень много тоже сосуд. И ещё так бывает, когда вас кто-то пробивает. Нас пробивают тогда, когда мы с вами ослаблены. Не тогда, когда человек там ведьма, подсыпал вам могильную землю или ещё что-либо. Так происходит, когда вы допускаете мнение другого человека или энергетический такой посыл, очень сильный, зависть или ещё как-то к себе. Допускаете мысль, что это прям вот точно правда, он знает, она знает лучше, и, наверное, я говно. И такая сразу шишняга прилетает и вцепляется. Жадность тоже может такую штуку давать и может просто не доходить кровь до головы. Или если есть головная боль через избыток агрессии, которая подавлена и которую абсолютно нельзя выражать, тогда через голос можно работать с этим. Ну, то есть мы вот так вот закручиваем. Может быть, вам это поможет, да? Медитации, да, каждый вечер. Мужу заказала подушку для медитации, буду брать, пользоваться у него. А это он попросил или вы ему в подарок заказали? Месяц назад начала ходить к психологу восходящие весы. Молодец! Просто вот, просто молодцы, девчонки! Даже не называю поджиётеш восходящие знаки. Да, болит именно там, где вы показали прям зажим. Буду пробовать прогнать всякую нечисть. Ещё один момент, почему болит. Вот так. Да, то есть это ещё раз давит вот эта штука, да, вы не просто склоняете голову, вы делаете вот так. И всё, то есть тут вот эта тема и вот эта тема. То есть надо вот эти штуки тянуть и плечи поднимаем назад и всякие штуки. Подарок. Давно хотела начать медитировать. Супер! Вот это вы жена. Вот это золото, она женька, да. Дальше. По поводу весов. Что ещё хотела сказать? На работе могут быть какие-то серьёзные изменения, прям возможности могут проявиться. Кто платит за успех весов? Тело весов. Сейчас за успех весов платит здоровье. То есть всё, что они возьмут сверх своих возможностей, что они выдавят из себя, это и детей касается. Аукнется по здоровью. И аукнется совсем скоро. Поэтому, пожалуйста, будьте добры, работайте, да, со здоровьем, с головой. И что хорошо, вам сейчас очень хорошо молиться воинственным проявлениям божества. То есть, не знаю, если вы в христианской традиции, это Георгий Победоносец, Архангел Михаил особенно, да, если вы в индийской традиции, это Картикея, это Нарасимха, это Нарасимха отлично вообще будет просто. любые проявления, это Хануман может быть тоже, любые проявления, вот именно таких защищающих воинственных божеств, ваша энергия, она должна быть с одной стороны реализована, с другой стороны не потрачена. Дурги тоже, да, Порошурама. Вот, меньше претензий к близким, вы очень мягки в конфликтах, вы сейчас с одной стороны видите, кто не прав, но с другой стороны вы стараетесь не ввязываться, это хорошо, но правоту свою вы никуда не деваете, и это тоже не очень хорошо. Так, служение пришло, подключилось, я думала, это Нарасимхи, Терезе, служение пришло, руку дилят для вифтарифа, и на цветы вы проявляли в спиртпрацах, ладись на пустину и с гаджетом. Ну вот, 20 минут в день, хотя бы иногда, хотя бы по пятницам, обязательно делайте. Да, то есть мой учитель говорил, что там надо очень аккуратно, девочкам по субботу, но у вас в пятницу-то можно, всё, в пятницу, значит, можно. Нарасимха, да, Нарасимха, да, Порошурама, да, Доброгода. Я всё думаю, что я лентяйка в работе, и оказывается, тело берегу. Ну вообще-то да, Наташ, вы вообще не лентяйка, вы, ого, я таких жужиков мало видела. Я вас лично знаю, поэтому я точно знаю, о чём говорю. И весов ещё два месяца, камень на сердце, скоро всё пройдёт. Дальше, скорпионы. Я про детей так сказала, мне же только про львов спрашивали, а я так про детей ещё говорю. А это нам не надо, затягивать так надо покороче. Скорпионов праздник сошёл, этот с Лагны сошёл, и это затмение принесёт возможности, которые ещё надо суметь взять. Они касаются иностранцев, заграницы, секса, трат, благотворительности, служения другим, благотворительности, каких-то очень значимых покупок, где вы можете ошибиться и получить какие-то уроки. То есть, это возможность, которой нужно ещё суметь как-то исхитриться и её получить. Она может касаться, в первую очередь, работы, связанной с заграницей, с иностранцами. Я думаю, многие, кто-то поезжал, кого-то какие-то пытаются наладить какие-то связи, родственники, появились знакомые. Эти связи могут вам очень пригодиться, если вы будете вести себя правильно, потому что скорпионы за последний год, до ещё вот этого, были нелюдимыми, многих подгоняли от себя, там были сложности, я знаю, если вы сейчас наладили контакт, это хорошо, если вы не наладили контакты, то, пожалуйста, налаживайте. По поводу трат, сокращайте траты, сокращайте траты, постарайтесь не влезть в долги, постарайтесь не потратить все деньги на обучение по работе, постарайтесь, пожалуйста, ну или, как вам кажется, для социальной реализации. Успех может быть иногда неожиданные какие-то предложения, то есть их тоже нужно суметь ещё как-то заметить, понять там вот это вот всё, да. Дальше важный момент, у вас сейчас очень круто, вы можете увидеть возможности для заработка, всё записывайте, какие-то поклёвки для реализации могут начаться уже сейчас. Вопросы с бизнесом будут очень круто реализовываться через год, когда кету зайдёт вам в одиннадцатый дом, кету даже в одиннадцатом доме даёт хороший результат. Трансформация будет происходить со всем, что касается вашей духовной жизни. Это для скорпионов огромная возможность, не скажу, что просветлеть, но пробудиться, не побоюсь этого громкого слова. Вы можете вдруг понять, что социум, если вот мы не говорим о материальном, потому что это всё-таки такой момент, и скорпионы будут, одни будут стремиться получить максимум комфорта и могут очень дорого за него заплатить, прям дорого, особенно могут заплатить за комфорт партнёров. Ой, отношения там такие тоже с партнёрами. Дальше, следующий момент, это другие могут осознать, что всё тщетно, как вот этот народа с этим манго. Если вы вдруг осознаете это, то пойдёт как по маслу, вы познаете, что вы больше, чем вы думаете, что ваши границы все в голове, в том числе и тело. Это громкие слова, я знаю, но если над этим медитировать, очень многое может показаться настолько понятным и близким, что вы осознаете это физически, кожей. Я очень рекомендую медитировать скорпионом. Скорпионы платят своим сном, скорпионы платят постельными иногда удовольствием. Может быть, больше, с одной стороны, либидо, а с другой стороны, полное отрезание может произойти там секса и так дальше. Плохо спите, я знаю, плохо спите, очень много мыслей, очень много переживаний, безумно много каких-то вариантов, которые тоже есть в голове. Если весы просто информацию пережёвывают контакты, всё вот это вот, это туда, это сюда, всё удержать, это всё прям так, что даже забывать могут начать. У скорпионов они пытаются вспомнить, как было, а что я тогда сделал не так, а вот так надо было, а вот сейчас вот так бы было, а что сейчас я могу на будущее тоже сделать. Это истощает очень сильно, и они могут вот это вот крутиться очень сильно в голове. для скорпионов по здоровью, аллергии, кожа, могут быть высыпания прямо, пожалуйста, ограничьте острое, ограничьте копчёное, закрытое, то есть если есть возможность чуть-чуть более здорово сейчас питаться, потому что может прям вот высыпка какая-то, угревая, пойти, знаете, кожа может начать выбрасывать лишнее очень сильно. Очень хороши, очистительные все процедуры, когда солнце в падении, заниматься здоровьем очень хорошо. Аккуратненько занимаемся. Ещё очень хорошую штуку я вам посоветую скорпионам. Хотите мощнейшую паю, которую давал мой учитель для скорпиона? Прям на физике упаю, которая будет суперзащитой для вас. Суперзащитой. Скорпион сон проблемы, к этому Меркурию 12-м. Всё верно. У сына скорпиона аллергические, аллергическая сыпь пошла. Хотите, да? Скорпионы идут сдавать кровь. Марс сейчас в близнецах, он будет там ещё ретроградный. Просто аккуратно, просто в проверенное место, так, чтобы вы видели, что это одноразовые все системы. Я вас очень прошу, да? Вот это очень важно. Потому что сейчас есть риски захватить что-то через кровь. Но вы должны пожертвовать кровь. Поняли, да? Понятно. То есть ваша благотворительность сдать кровь. Это как будто вы кусок себя теряете, потому что солнце ваше, это от макарака, естественно, для любого человека. Это у вас в 12-м доме, то есть волонтёрство, служение, но прям потеря куска тела, вот очень будет хорошо. Очень рекомендую. Сейчас конкретно, да, потому что Акету, он как Марс тоже частично, и как хозяин скорпиона, и ваш лагнаж, типа, в 12-м доме получается, один из. И вы, если сдадите кровь, вы прям карму реализуете. Типа, всё, я прям пролил кровь. Классно? Стрелец. Если я кому-то что-то не сказала, напомните, пожалуйста, про деву я говорила, кто заплатит, про скорпиона я тоже сказала. Сдать кровь как донор, да. Как донор вы сдаёте кровь. Да, беременным скорпионом не до, на и не до секса. Не до сна и не до секса. Зайчики. Не до сна, я понял. Так, стрельцы. Идём дальше, стрельцы. Напоминаю, что в конце будет ресурс для всех знаков, очень коротенький, такой быстрый и очень практичный. Вы знаете, мои карты, они как есть, так и говорят. И стрельцы. Всё по бизнесу. И как раз у стрельцов есть возможность очень интересных изменений по вашим личным бизнес-инициативам. Очень какие-то серьёзные изменения могут быть по заработкам, прям рост каких-то жёстких амбиций и прям удача в этот период тоже быть может. Кто платит? Клиенты платят. То есть всё очень по любви и очень спокойно, если вы не слишком агрессивны. Если вы правильно, правильно будете всё делать, то будет просто замечательно. Дальше. Вы должны, вы должны побольше работать, трудиться. записывать всё, что вам хочется. Время от времени реализовывать свои небольшие желания, но может в этот период пострадать иммунитет вплоть до аутоиммунных. Как это неплохо. Очень маленький там на это шанс, но если вдруг что, не пропустите. Что рекомендую? Иммунопротекторные всякие штуки, которые могут вас поддержать. Успокаивающее может быть. Это может быть. Сейчас я подумаю. Обратиться там разного рода там БАДы иммуностимулирующие. Вот сейчас очень неплохо. Да, оставлю, солнышко, оставлю. Да, себе такое ощущение, что вы наблюдаете за скорпионами. Настолько всё точно, аж мурашки по телу. Да. Знаете, я часто говорю на эфирах, да, у меня камеры стоят в каждой из ваших квартир. Но я очень рада, потому что мне это очень важно. Скорпион как раз записалась на донорство крови. Прямо потребность ощутила. Удивительно. Интуиция очень сильная. Полина, очень сильная интуиция. Кстати, для скорпиона вещи сны сейчас. Всё записывайте. Всё записывайте. Ещё раз. Про стрельцов даже не знаю, что вам рассказывать. Просто фигачьте. Зайчики, просто фигачьте. Особенно после января. Всё у вас получится. Вы молодцы. Держитесь и работайте. Потому что вам нас всех содержать. Да, давайте поддержку. Учитесь. Вот единственное, что могу порекомендовать. Смотрите на ваших более удачливых коллег, на тех, кто для вас авторитет. Учитесь. Благодарить только не забывайте. И вы получите очень большой толчок к вашим крутым изменениям. Вот всё. Больше вам ничего сейчас знать не нужно. Это всё может быть очень круто. Где вот по раку там изменения. Не забывайте про эзотерику, про астрологию, про нумерологию. Потому что вам, как стрельцам, нельзя смотреть только на материальный уровень. Ещё раз напомню. Пуджи, который у нас будет прямо в день затмения, 25-го числа, даёт гармонизацию кармы по всем девяти... Так, простите. Даёт гармонизацию кармы по всем девяти планетам. Это очень важная штука. Именно умиротворение кармы. Поэтому вот стрельцам я бы очень рекомендовала. Там есть свои нюансы по восьмому дому. Просто чтобы не было хронических. Козероги. Двигаемся к козерогам и уже чуть-чуть ускоряемся. Все изменения касаются работы. Ближе к восьмому числу будет много сомнений, переживаний. Напомню, по тхармападе идёт затмение по свате. И для козерога в работе могут быть нарушения договорённостей, нарушения пониманий коллег, исполнителей. Вот, знаете, всё, что касается работы, люди могут выступать неадекватными для вас. И вы можете столкнуться с тем, что или вы нарушаете свои внутренние правила, и где-то точно так же, как они, так и я. Или вы выдерживаете, как лох, свои правила, но при этом вы получаете несоизмеримо большее. Пожалуйста, не нарушайте правила. Тогда деньги и власть останутся с вами. Я понятно объясняю, да? Но могут быть потери по работе. Какого рода изменения очень серьёзные. Прям как будто реже прям выворачивает эту зону работы, отношений по работе, ваше видение себя, как специалиста прям вот перемалывает эту часть. И связи с начальством тоже могут быть очень напряжёнными в этот период. Козероги хотят по одному, а эти хотят по другому. Вот это вот. Дочка-первоклассница стрелец. Стрельцам нас содержать. Вот вы зря смеетесь, Марина, потому что иногда энергия стрельцов даёт стимул всей семье. То есть вот если у одного члена семьи есть энергия, желание, радость жизни, оптимизм, потому что Юпитер — это оптимизм, то что происходит с остальными членами семьи? Вы обуславливаетесь этой энергией, вы ею наполняетесь. Когда в семью приходит богатый ребёнок, у родителей могут быть не очень хорошие по карме карты, но они начинают больше всегда зарабатывать. Почему? Потому что у ребёнка богатое детство, и родители могут... Но они будут зарабатывать больше. А если приходит бедный ребёнок, рушатся бизнесы, люди теряют недвижимость. Поэтому если у вас стрелец-первоклашка, купите ей, блин, бантики, если она хочет, или куклу, всё, что она хочет. Поэтому она будет вас содержать непрямо. Так, сына стрельца с трудом уговорила пропить БАДы для иммунитета и успокоения нервов. Без астрологии уже никак. Отлично. У меня было ощущение, что за весами наблюдаете. Супер. Так. Рудхалагна стрелец. Хочу клиентов. Отлично. Сейчас они могут как бы там где-то там отворачиваться туда-сюда, но начинать их так... Там просто киту, когда идёт по 11-му дому, мы можем не понять некоторые моменты. Дальше. Для козерогов что ещё хотела сказать? Травмоопасный период. Пожалуйста, будьте осторожны, потому что ну вот можно нарваться. Рудхалагна козерог на работе переворот. Да. Это правда. Дочка стрелец у нас очень сильная. Спасибо вам большое. До слёз сейчас. Видите? Мы очень часто не ценим близких, которые рядом. Затмение в весах. Ребята, я вот сейчас делаю такую общую ремарку. Даже, наверное, попрошу близких моих, там, нашу команду вырезать эту часть. Ребята, мы не понимаем иногда, что нам дают наши близкие. Карты, когда мы их совмещаем, синастрия так званая, да, карты на совместимость, дают нам понять, что нам приносят наши любимые, как они нас дополняют. Бывает, что мужчина незаметный, он женится на женщине, её солнце попадает, например, ему там на Лагнеш, попадает ему на Луну, и он начинает сиять, в кендре попадает куда-то. Вдруг он становится заметным. Сейчас затмение в весах. Вопрос переоценки партнёрства выходит на первый план. Почему? Мы очень многих теряем. Мы потеряли чертовски много людей и в наших окружениях. Мы разделились сами по маленьким группкам. Мы смотрим на свой, чужую очень жёстко. И поэтому, если есть близкие, очень важно начать им говорить спасибо. Иногда вы не понимаете, за что стоит сказать спасибо. Обратитесь к астрологу, он вам объяснит. Или сами изучите астрологию, посмотрите, как человек вас обуславливает. Это касается и детей. Знаете, как говорил Шалва Александрович Монашвили, ребёнок — это гость в твоём доме. Накорми и отпусти. Потому что очень многие хотят вытирать жопу до старости своим детям. Забудьте. Забудьте. Свободу детям. В лучшем смысле этого слова. В лучшем смысле этого слова. Козерогам сказала. С мамами вопросы у Козерога. Ох, берегите мам, Козероги, берегите мам. Ещё раз скажу, берегите мам. Водолей. Ой, Господи, у меня дочка Козерог. Надо ей сказать, пусть меня бережёт. Так, Водолей. Для Водолеев, ну что, Водолей, берегите пап, берегите начальство. Может быть, смена руководства, может быть, смена родительства, может быть, смена, ну, не смена, такое, знаете, падение авторитетов для вас может быть очень жёсткое, такое прям, знаете, неприятное, может быть, с гуру какой-то конфликт, с наставником, такой напряжённый момент, и ещё, может быть, претензия к Богу. Если она есть, её важно осознать и проработать. Если вы сделаете вид, что всё, о, всё по-прежнему, о, Господь, я же не могу на Тебя злиться, ты же там всё видишь, и ты там… Вот это то, что вас сделает неискренним Богом, и то, что вас разделит с Ним. А это очень плохо, потому что удача вся закрывается. Очень хорошее время, как и для дев, для работы с родовой кармой, в первую очередь, с мужской, с мужской линией, родовые программы по отцу. аналогично завтра в Макху, вы молитесь, просите поддержки, вы просите в первую очередь о благословениях, потому что вам в целом, сейчас нужна в целом поддержка. Могут быть вопросы, могут быть вопросы с партнёром, так что партнёр может давить, может настаивать на каких-то своих увлечениях, на своих требованиях, на своих каких-то решениях, вам может быть очень непросто. Но в целом, мне кажется, что ситуация может вывести вас на очень неплохой вариант. Да, там у нас есть падение, но это всё равно хозяин Кента транзитом в Триконе, в самой лучшей Триконе, есть шансы на то, что вы разумно решите эти вопросы. Я водолей сейчас работаю с претензиями к миру. Супер, мило! Это значит, что вы честно об этом говорите. Вы прошли 90% пути, считайте, к просветлению. Это очень важно. Потому что, когда есть претензия к миру, это значит, сразу вам скажу, вы не берёте. Это вы виноваты в том, что у вас есть претензия к миру. Вы просто не берёте. Ну ладно, не просто, но сложно. Так, всё понятно. Я стрелец, в октябре немного присадка в деньгах. Смотрите, Немножко присадка в деньгах. Люди всё потеряли. Радуйтесь, что есть бизнес, что есть где работать. Нужно небольшие желания реализовывать. Ну там, не знаю, купить себе мороженое, книжку детскую, хотя, может быть, у вас там и нет детей, но вы там всегда хотели. Я иногда так захожу, честно скажу, в детские книжные и покупаю себе детские книги. Это то, чего мне в детстве страшно не хватало. Я их покупаю не детям, а себе. Я просто знаю, что я себе купила. Иногда читают дети, ну и хорошо, а иногда и не читают. Они у меня. Ну, честно себе скажу, я покупаю астрологические книги. Дальше. Для водолеев какая еще может быть у нас тема? Через какое-то время, через пару месяцев чуть-чуть депрессия отпустит. Чуть-чуть. Дети-стрельцы приболели по ходу иммунитета. Да, это на стрессе тоже может быть, еще вы же знаете. Когда приезжаю к родителям, пересчитываю свои любимые детские книжки. Отлично. Так вот и лечимся. Дальше. Следующий момент. Водолеи осторожны с детьми. Для детей травмоопасный период. Там особенно, когда пойдет ретро-марс, прям мне не нравится эта тема. Поэтому, что детям аккуратные занятия с спортом, с землей, пересадка вазонов, может быть, да, то есть что-то вот такое. Меньше агрессии к детям. Водолеи могут быть сейчас слишком требовательны к детям, не только к миру, но и к детям. Потому что они очень жестко сейчас относятся и к своему внутреннему ребенку. помягче. Поиграйте с детьми в конструктор. Решите логические задачи, что-то нетрадиционное, такое, то, что вы не делали раньше, какие-то творческие задачи. Дальше. Рыбы. Рыбы. И у нас потом будет почти все. Рыбы. Для рыб очень сложный период, тоже травмоопасный, очень могут быть неожиданные изменения, могут быть против вас выступать ваши враги, но по итогу, после больших каких-то очень серьезных потерь, вы можете что-то приобрести. Такая себе випарита, раджа-йога у вас есть, но, к сожалению, приходится с многим прощаться. Вот. Кто заплатит у водолеев? Ваш начальник, ваш отец, ваше любое руководство и бог. То есть вы можете просто попросить, вам могут дать, а могут и не дать. Но если будете сильно требовать, то вы же понимаете. Для рыб, еще раз, кто заплатит? Могут заплатить родители мужа, могут заплатить ресурсы, могут быть потрачены ресурсы партнеров, друзей, рабочие ресурсы, могут быть потрачены на вас. Если вы возьмете чужие деньги, будет очень большая проблема. Прям сильно большая. Против вас могут быть всякие там нехорошие инициативы сейчас реализовываться. Могут против вас создаваться небольшие коалиции. Но по работе могут быть какие-то сужения. и еще... Так, я думаю, сейчас минуточку, прошу прощения. Если вы вдруг планировали ремонт, не надо, не надо сейчас. Мы не ремонтируем, не строим ничего, пока Марс ретроградный. Тоже так на всякий случай скажу. Что еще может быть? Вопросы с сексом серьезные, хроническими заболеваниями, причем может быть такое, что начинается ухудшение состояния. Вы не понимаете, почему. Трудно продиагностировать истинную причину хроники. Может быть такое, что сейчас вы найдете информацию, что ваше хроническое какое-то, ну или недомогание, или какие-то вопросы со здоровьем, это лишь часть большого другого комплекса. Там, например, есть, когда у нас анемия, то это вопросы могут быть, знаете, с чем, с кишечником. Представьте себе, да, то есть вот такие могут быть, такие вот такие хитрые вот эти моменты. И что еще хорошо было бы вам, как у Пая, поработать с энергиями, с эзотерикой. Безусловно, очень интуитивное сейчас время для вас, очень интуитивное. Постарайтесь не нахватать на себя там всяких духов, претов и проклятия всякие. Будьте очень осторожны, делайте максимально себе защиту, очищение. Вот там, например, в затмении, я говорю, потом обязательно помыться, очиститься, не есть. И вы делаете все, что я в этом плане скажу. Хорошо? Будет короткое видео, там девочки сделают нарезку, прям со списком. Вы просто его себе там, сохраните этот список, чтобы я сейчас не останавливалась. Договорились? Могут быть наследства, могут быть какие-то полученные ресурсы после потери близких или вот чего-то подобного, к сожалению. Для того, чтобы этого не было, мы идём и, я не знаю, оформляем страховку, интересуемся пенсионными программами, то есть вот какими-то системами финансовыми интересуемся в целом, но пока не вкладываю. Так, про Водолеев я сказала, да, всё понятно. Овны, у нас осталось 4 знака. У овнов, конечно же, платят партнёры, супруги и личный бизнес, бизнес-партнёры. У нас есть тема, что с детьми есть вопросы и серьёзные могут быть вопросы с детьми. Детей нужно ограждать, детей нужно беречь, детей нужно любить и дать им внимание сейчас и заботы максимально в следующий момент у нас могут быть конфликты мужа или жены и ваших детей. Могут возникнуть вопросы измен, к сожалению. Могут быть вопросы интеллектуальных, таких, знаете, разногласий с партнёром очень-таки нехорошие, мне не нравится. Поэтому что мы делаем? Разговариваем, учимся договариваться, учимся учитывать друг друга, потому что сейчас так вы на партнёра чуть подзабили, вопрос, конечно, заняться собой, и будет много переживаний ближе к восьмому числу и по поводу себя, и что я не так всё сделала, и страх по поводу здоровья, могут прямо обостриться какие-то моменты, что неужели я там болею или ещё что-то. Это на психике могут быть серьёзные такие моменты. Но в целом у вас всё хорошо с жизненными силами, хорошо всё с интеллектом, вы со всем справитесь. Так и знай. Через пару месяцев начнёте больше зарабатывать, потому что тратите вы сейчас сумасшедшее, и будет всё нормально. Понятно? Так и знайте. Имейте в виду. Пожалуйста, единственное, что прошу, не надо посылать всех друзей и подруг. Хотя бы немножко сохраните круг общения, хотя бы чуть-чуть. Почки не запускаем. Ходим на остеопатию, на крестец, на выравнивание таза. Пожалуйста, хорошо, сходите. Для тельцов. Тельцы сложный транзит, потому что сложное затмение, это всё такое прямо. Почему? Сердце, хозяин дома внутреннего счастья, падает в шестом доме. То есть вопросы кредитов, долгов, обещаний, какой-то службы, служения, госорганов, всё вот так вот комом, с конфликтами. Одно, другое, третье, пятое, десятое. И вы начали тонуть в этом, напрягаться. И это одно за другим возникает вне зависимости от ваших решений, ваших предпочтений, принятых ранее решений. Что делаем? Мы слушаем. Тоже очень рекомендую поволонтёрствовать или пожертвовать добровольно куда-нибудь, что-нибудь. Да, вот такой вот простой момент. Обязательно быть максимально толерантными, терпимыми, любящими, заботливыми к, ещё раз, я уже говорила это на предыдущем прогнозе, скажу ещё раз, к официантам, таксистам, сотрудникам, которые на вас работают. Будьте максимально мягкие. Вот прям старайтесь сейчас. Почему? Потому что или вы служите, или вы теряете, или вы отдаёте добровольно, или идут какие-то потери по деньгам, по здоровью, по всему остальному. С сахаром осторожно, пожалуйста, с алкоголем полегче, но не курите. Хорошо? Что ещё? Там тоже могут быть вопросы по почкам и серьёзные какие-нибудь, даже до газообразования, на которые вы там не обращали раньше внимания. Старайтесь читать продукты так, чтобы не было лишний раз. Почему? Эта нагрузка на кишечник может привести к вопросам пищеварения, и оно будет вас беспокоить сильно. Рак идём. Раками мы закончим. Мы закончим раками. Обязательно. Кто заплатит? Ваши сотрудники, ваши враги. Заплатит государство. Можно подаваться на разного рода программы помощи. Можно попросить вернуть долги. И самое главное, вы начните возвращать долги. И заплатят тогда ваши враги. Такой может быть не самый плохой момент. Хорошо? Такой. Так. Спасибо. Да, планировали ремонт. Да, бывает. Так. Дальше. По ремонту тоже сейчас ну там вопросы, конечно. Много денег уйдёт, если начнёте. Очень много. Подождите, пока лучше. Марс дурака может быть дойдёт. Не знаю. Дальше. Что ещё у нас по тельцам? По тельцам может быть смена работы через два месяца. Ну какие-то возможности дополнительные. Ну там тоже придётся потрудиться. Что ещё? Что ещё? Ну спорт. Однозначно спорт. Тельцам хотя бы что-то делайте, и тогда тело будет поддержано. Ладно? Такой важный момент. Трансформация в отношениях с как это правильно сказать? Конкурентными. Может поменяться что-то очень сильно. Для близнецов. Последних два знака, и потом у нас будет ресурс. Для близнецов. Для близнецов. У нас тема детей. О, друзья, бережём детей, бережём романтику, хотя бы какие-то части. Но у близнецов есть тема учёбы особенной и получения сейчас особенных знаний. Что я от души рекомендую близнецам? Это мантры, молитвы, чтение священных писаний. Через ваши вот эти отверстия в голове могут влиться такие особенные сейчас знания и моменты, которые полностью трансформируют вашу жизнь в лучшую сторону. Очень значимые могут быть результаты. И вы победите болезни, то есть как будто хозяин шестого сейчас в пятом. Это или проблема у детей, или вы читаете мантры, делаете садхану, личную практику, трудитесь, учитесь, читаете священные писания. Очень важно. Или дети платят, или вы невежеством расплачиваетесь. Поняли, о чём я говорю? Правда? Если ребёнок близнец, вы просто даёте ему возможность учиться тому, что он захочет. Через интернет, какие-то курсы, по рублоксу, если нужно, это тоже считается. Любое личное самообразование, любые кружки какие-то, нравятся ребёнку, они должны, обязательно нравятся ребёнку. У вас могут проявиться творческие какие-то интуитивные навыки по интеллекту, прямо супер могут быть результаты. Вам же сейчас чуть-чуть легче стало, когда Венера вышла, буквально день-два. Вася расплакалась, слушай легенду. Видите, кто-то слушает сейчас. Да ты наблазнюк, дякую. Хорошо? То есть это такой важный нюанс. Мама сейчас у близнецов получше, мама может поддержать очень сильно, если вы ребёнок. Если вы близнец взрослый, вы сами себе становитесь мамой в этот период и даёте себе разного рода игрушки, книжки, всё приятное. Ходите на свидание. В первую очередь это придерживание правил жизни. То есть ещё раз вспомните, я про Дхарму говорила. Близнецам важно не нарушать правила. Близнецам, весами, водолеям нельзя нарушать правила. Нельзя. Что ещё по здоровью, что хотела ещё сказать? Очень много огня, много гнева может быть. Тоже могут быть какие-то, ну там не столько резкие высказывания, сколько какое-то очень такое напряжённое самоощущение, что хочется кому-то прям ввалить. Нужен спорт, нужно занятие, потратить эту силу нужно. Особенно, когда Марс будет ретро, тоже могут быть там головные боли, напряжения. ремонтируем позвоночник, лежим на ровном, держим спинку. То есть нужны какие-то усилия. Обязательно нужны усилия. По работе могут быть изменения, какие вас могут уволить. Будьте осторожны. Лишнего не напрягайтесь. Могут быть сильные конфликты с начальством. Прям дальше. Могут быть конфликты с младшими братьями, сёстрами, с соседями. Прям напряжённые могут быть очень моменты. Осторожно тоже. Хорошо? Дальше. Последние раки. И мы переходим к ресурсу. И дорогие раки. Почему я раком заканчиваю постоянно? Мы делали с девочками. В Венеции мы ездили. Делали на полнолуние денежные практики у моря. И это, конечно, тоже было очень интересно. Я всем раздала там денег. Мы там такое делали, всякое. Я такая смотрю, ёлки-палки. Почему я чаще всех всем плачу? Ох, ладно. Раки. Я рак, да? Это вся свистопляска происходит у рака дома, у рака на сердце. Где у рака неспокойно? У рака в стране неспокойно, у рака у мамы неспокойно, у рака дома неспокойно, у рака внутри неспокойно. Рак жутко переживает. У него в семье беспорядок и без злот. И у раков тоже завтра тот момент, когда можно молиться в женскую часть и в мужскую тоже. Да, то есть не в женскую часть, но вы поняли, да? По мужской линии, по женской линии можно в целом у рода просить благословения, молиться за их спокойствие, молиться за то, чтобы получить их поддержку. Я слышала, что говорят, что нельзя просить. Я прям у учителей специально искала и понаходила, что да, род даёт благословение, разрешение и поддержку. Можно просить у рода, у тех, кто уже ушёл, предки. Можно и нужно просить. Если мы не просим, это гордыня. Да, близнеца начала спать без подушки, занялась позвоночником очень вплотную. Вот молодец. О, да, на работе всё к увольнению идёт. Близнеца как раз сегодня изучала курс по самоопознанию. Супер. Вот деткам-близнецам я тоже сказала. Мама должна давать поддержку деткам-близнецам. Чего-то, какие-то конструкторы, настолки, можно там вот такое давать, интересно. Так, про ещё раки. Раки должны выписывать всё, что чувствуют. Это будет просто замечательно для них. Раки должны очень аккуратно относиться сейчас к еде. Есть много рисков отравления, переедания, голодания излишне неправильно. То есть раки сейчас неправильно едят. Даже я, которая уже там считала, что я уже прям молодец, по идее, обратила внимание на то, как стрёмно я сейчас ем. Вы знаете, вот честно, я должна вам признаться, я подсела на не то, что мне нужно. Я там хлеб есть стала, а я не ела хлеб несколько лет. Ну, практически вообще никогда. Да, то есть я даже круассаны начала есть. То есть надо с этим мне уже прекращать. Очень важны такие очень чёткие, может быть, ну не совсем жёсткие аскезы, но какие-то здравые ограничения в этом плане нам очень не помешают. Но с другой стороны, если только это сейчас держать, ну что делать? Ну надо, да? И поэтому в первую очередь психологическое состояние. Рак сейчас потерял почву под ногами. Раки потеряли опору внутри сердца, они перестали себя чувствовать, они перестали чувствовать спокойствие вообще. Ищем его, ребята, где? В медитациях, ищем в духовных практиках, ищем любую опору, любую. Так как у нас на сердце ветер, это может быть через дыхание, через красоту какую-то. Но Венера не даёт, а то есть там у нас даже по деньгам могут быть вопросы сейчас. Ничего может не… может такое быть, что вот просто особо ничего и не хочется. Поэтому если вы видите какие-то там свои небольшие желания, особенно по самореализации, потому что Раку даст желание с Луной в 10-м доме, там могут быть прям супер-желания, что-то сделайте, хоть запишите, пожалуйста. Да, то есть не оставляйте себя без ничего. Племяшка Рак перестала учиться 12 лет, я её понимаю, дайте ей полгода, даже ближе к году. Вот прям до того сейчас идёт, что Раки могут бросить школу. Представляете, если там есть ещё личные показатели, которые это подтверждают, то и такой человек может сейчас бросить школу, сделать перерыв, университет оставить. Тоже Рак, согласно, неспокойно, сердце я подсело на хлеб и гренки, в выходные поеду к маме, в её доме нахожу спокойствие. Отлично. Маму поддержим. У Раков плохо сейчас с мамами, плохо с сердцем. Не филоним выпрямляем спину. У Рака муж умер в феврале. Мне очень жаль. Мне очень жаль, котик. Очень жаль. Я вас, ребята, благодарю. Вы моя поддержка. То, что я как Рак могу вам приходить и вам что-то говорить, вы говорите, да, у меня вот так, а мне это помогло. Ой, спасибо вам большое. Это для меня моё питание, потому что у меня хозяин дома сердца с Лагнышем в пятом доме. Я когда даю знания или сама учусь, а потом даю знания, я становлюсь счастливее. То есть я такая эгоистическая в этом плане, в том, чтобы послужить. Но вы, дорогие Раки, посмотрите, где ваша Венера. Вы через неё по капелюшечке можете себя немножко тоже поддержать. Посмотрите, где Венера. Чуть-чуть добавьте. То есть я сделала небольшой вот этот видос про Венеру в знаках по два слова. Знаете, что если вы не поняли, не почувствовали отдачи, или предлагаете своё, или вы не в контакте со своими чувствами. Так тоже может быть. И сейчас по Венере может быть трансформация. У Рака может быть трансформация по детям ещё тоже, по внутреннему счастью. То есть есть возможность, если у вас такие чуть подросшие уже дети, какой-то правильной сепарации, но не будьте слишком жёсткими. То есть не ударьтесь в это. И может быть такое, что какие-то изменения по работе ударят по сердцу. Такой может быть ещё вариант. Рак 31 числа увольняется по сокращению после 12 лет службы. Вот пока вообще не хочется искать новую работу, хочется сделать паузу. Делайте. Делайте паузу хотя бы до 12 числа ноября. Очень прошу. Прямо выдохните, посмотрите и дайте себе зарок, что значит, если есть возможность по деньгам. До 12 числа я запрещаю себе выбирать. И вы увидите, начнётся что-то интересное. Хорошо? Да, у Рака питания прям испортилось. Постоянно задаюсь вопросом, а кто я? Душа, дух, что это? Не понимаю такие элементарные вопросы. Судома постоянно бардак забросил. Понимаю, котики, понимаю. Я даже хотела сделать курс васту для астрологов, просто чтобы через служение, через васту это вытащить. Но в результате я сейчас буду, наверное, делать мастер-класс по чакрам. Но в первую очередь я решилась, мы заказали вот эту пуджу. Я скажу об этой пудже. Вы знаете, я не люблю много рассказывать о том, что мы там сейчас делаем, но я рекомендую эту пуджу, потому что, вы знаете, брамины замечательные. Они будут для целой группы делать. Там у них будет отдельно наш список. Они не будут в этот раз прям все фамилии зачитывать, но мы их подаём всегда. Фамилию, накшатру. Поэтому там нужно успеть только до 24-го, до утра. Всё. То есть если вы не платите, не подаёте, ну, вы не попадёте. На пудже мы не делаем там ни скидок, ничего. Мы туда делаем, всегда пересылаем просто там и всё. И, ну, то есть это не та продажа, которая может быть прям жёстко. Но ещё раз скажу, это гармонизация всех девяти планет. И не просто умиротворение по карме. Так, чтобы то, что мы должны сейчас прожить из этого затмения, которое, чёрт побери, будет видно у нас всех, и будут серьёзнейшие пертурбации, чтобы было помягче. У меня была неоднократная история, я вам похвастаюсь, когда человек говорил мне, что я заказывала, типа, не знаю почему, но я заказала пуджу по поминанию предков. Знаете, да, вот осенью мы вот делали. И в какой-то из моментов, она говорит, я чётко знаю, что это меня спасло прямо. Там были очень серьёзные проблемы, и человек там не вышел, когда нужно было из дома. То есть там были прям ситуации, когда прям чудеса происходили у человека. Она говорит, я чувствую, что там меня предки сберегли. А сейчас это связано не с предками. Сейчас это связано просто не для того, чтобы там вы заработали деньги, сохранили дом. Это просто, чтобы мы все выжили. Просто для того, чтобы помягче, чуть помедленнее кони. И вот мы себе заказываем, Сергеем с детьми, и рак. Вот, и вот это вот всё. Поэтому можете присоединиться, если идёт, присоединяйтесь. Можно на себя, на мужа, на детей. То есть там индивидуально она заказывается. Хорошо. Там есть информация, захотите. Я потом, если что, поотвечаю на вопросы. Ну, вот такое. Откроете ли вы ваш мастер-класс по затмениям? Я между затмениями его, наверное, проведу. Хорошо. Будем просто также анализировать карты на примерах участников. И на этих примерах я дам немножко. Я не буду просто анализировать. Я какие-то определённые моменты дополнительно дам. И ещё хочется сказать, что вот этот мастер-класс про Раху, про Кет, он пока не открыт в Нагшатрах. Он продаётся строго под затмение. Потому что это идеальное время для этого. Рекомендую тоже. Да, мы его попозже откроем. Если дети двойняшки, отдельно заказывают пуджу там по дате рождения. Напишите в одну строчку обоих. Если маленькие, если взрослые, то уже всё, до 12. С питанием вообще проблема стала, есть всё. Ещё раз буду благодарна, если вы под этим видео мне напишите, как сейчас уже всё происходит. И может быть, там вернётесь когда-то и напишите, Леся, там вы были неправы. Или Леся, я там рак, у меня вот так это проигралось. Я буду счастлива. Ну что, погнали по ресурсам? Погнали по ресурсам. Ещё попрошу. Вот про эту пуджу, если вы знаете, кому прям надо, то тоже можете им сказать. Так, а на поездку для снятия стресса из Киева? Это другое, Алла, это другое. Это вы едете фактически лечиться. Это ок. Если, ещё раз скажу, вы едете бухать на берегу бассейна? Нет. Если вы едете, даже если вы едете выпить вина в Карпатах, просто чтобы подальше из Киева, из-под бомбёжек, вы просто спасаете кукуху. И это надо. Осторожно с алкоголем возле затмения. Ребята, всех прошу, пожалуйста, наркотики, сигареты в затмение хорошо бросать. Очень хорошо. Прям хорошо. Мне после прошлогоднего затмения на Кету в Лагне уже ничего не страшно. Понимаю, котик. У меня сестра тоже скорпион какой. И она сейчас рвётся в Киев без причин. Просто мне надо. И я понимаю, потому что Кету на 12-м доме, и я не хочу её отпускать. Но я не могу человека заставить, понимаете? Если не знаю точное время рождения Папы. Да, можно. Главное, чтобы на Кшатра не менялась в этот период. Вы можете нашим написать в службу заботы. Они помогут. Овный ресурс на вот это время до следующего затмения. Бог. Девятый дом. Это очень хороший ресурс. Почему? Ваш контакт с Всевышним, ваш контакт с миром. С миром на самом деле у вас есть определённая такая глубокая связь сейчас. И есть тонкость. Вы когда в медитации обращаетесь к Богу, к Всевышнему. Он вас слышит. И вот этот момент, вы можете на него положиться. И ещё это начальство ваше. Это ваш отец. Заканчивается. Сейчас сядет телефон. Я должна успеть. То есть по 9-му дому полностью ресурс идёт конкретно. И это духовность любого рода. Плюс дополнительно как раз церемонии. Любые церемонии. Но, ребята, всем скажу. Если сейчас на протяжении 2-х месяцев вы, ладно, до середины ноября, там примерно, 11-й, по-моему, 12-й, если вы сжёте свечи, не оставляйте без присмотра. Очень опасно с огнём. Хотя холодно, но опасно. Видите, будут сейчас все гре... Может быть очень много пожаров. Пожалуйста, не оставляйте. Дети особенно. Не надо. Тельцы ресурс. Тельцы ресурс. Здоровье. Тельцы, там у вас как раз затмение по 6-му дому. И карта говорит, эта трансформация может перестроить ваш организм, вы начнёте его уважать. И профилактика ваше сейчас второе имя. Пожалуйста. Пожалуйста. Я очень прошу вас обратить внимание на собственное здоровье. Прям потратьте деньги на таблетки, на доктора, на мануальщика, на остеопата, на фитотерапевта, если нужно. То есть пройдите какой-то чекап организма. Ну просто там, если есть что-то серьёзное, они могут неправильно диагностировать сейчас. Но в целом антипаразитарка, вот что-то подобное. Вам нужны силы. Они возьмутся из тела. И дополнительно это умение отстаивать свои границы, ну так, благородно. И второй момент — вопрос с конфликтами, с конкурентами. Там может быть какая-то битва такая. Ну побеждайте. Близнецы. Так, прекрасно, прекрасно. Для близнецов благословение по девятому дому пришло. То же самое, что у овнов, но только через идею ещё тоже. То есть в вашем случае важно не просто церемонию послушать, вот на пуджу записаться, а почитать ещё священное писание, поприсутствовать лично. То есть если овен, он может просто в храм зайти, заказать вот пуджу, то близнецам они ещё лучше, чтобы они посмотрели трансляцию, может быть, обсудили это там с кем-то. Это тоже будет очень хорошо. И тоже молитва по любому важному для вас поводу. Общайтесь с Богом сейчас, пожалуйста. Раки. Деньги. Лакшмия достала раком. Прекрасно. Но в этом случае, знаете, что это значит? Это не просто заработок, это щедрость. То есть раки должны быть щедрыми. Служить Лакшмии — это не загребать. Служить Лакшмии — это давать красоту и как Лакшми делиться. У меня когда-то была такая практика, я когда почувствовала, что я жадновата в какой-то из моментов, я сейчас понимаю, что я не была такой жадной, как там бывают люди, но в какой-то момент мне показалось, что я должна это проработать. Я не предлагаю это раком, сейчас точно нет, но поделюсь. Когда кто-то хвалил какую-то мою вещь, даже драгоценности, снимала и дарила, это настолько помогло, у меня шёл период кету, это мне помогло очень сильно не привязываться к вещам. До того, что я одежду снимала, давала. Люди, конечно, были в шоке, но никто не отказался. Поэтому вопрос щедрости, когда вы просто с жалостью отдаёте, это одно. Я тогда поняла, что просто отдавать — это как наказание, но это как духовная была практика. Цель, то есть намерение формирует вашу жизнь. Если вы отдаёте с намерением избавиться от жадности, вы избавитесь. Но если вы отдаёте с намерением послужить Лакшми, приблизившись к её энергии, это будет служением, это будет упая, это будет молитва. То есть у неё из рук всё отдаётся. Поэтому, Раки, кормите, укрывайте, обнимайте, делитесь. Мы те, кто умеет заботиться и слышать, о себе тоже важно позаботиться и услышать. Дальше. Львы. Рот. Рот. Интеллект. Рот. Дисциплина в еде. Речь. Говорите правильно. Ешь, молись, люби. То есть в данном случае молитва, это тоже важно, но у вас сейчас с молитвой там вопросы. Хотя бы ешьте и разговаривайте о том, что для вас важно. И накопления ваши должны подвергнуться увеличению. То есть постарайтесь подкопить чуть-чуть сейчас тоже. Ну, второй дом сейчас. Да, и по роду тоже могут быть сейчас вот медитации, просьба о благословении, о разрешении. Девы. Девы. Личная медитация, благотворительность будет вашим ресурсом. То есть, знаете, есть такая кармический менеджмент, такая практика. Хотите, чтобы вы в старости не были одиноки, помогайте кому-то из стариков. Сводите пары для того, чтобы создать отношения, помогайте людям сойтись в бизнесе, чтобы у вас появились новые возможности. Мне этот подход и близок, и не близок одновременно, потому что это материалистично очень. Карма немножко глубже лежит. Ну, вот честно, то есть немножко. Если мы делаем для того, чтобы что-то получить, мы всегда это получим. Но тонкой энергии сукрити духовной вы не получите уже за это. Понимаете, да? И вот сейчас девам очень важно чуть-чуть духовности, вот чуть-чуть добавить духовности в ваши действия. Потому что хозяин дома духовности прямо пришёл к вам в рот, да? И вы должны хотя бы немножко об этом подумать, поговорить, то есть, может быть, молитву какую-то произнести, даже если это молитва в молчании. Скорпионы. Скорпионы. Очищение должно быть. И какое-то серьёзное очищение. И не только антипаразитарка, а прям почистить дом полностью пятью первоэлементами, возможно, помолиться на защиту, то есть это может быть Нарсимха Кавач, это может быть Хануман Челиса, это может быть Мритюджая Мантра, да? То есть это что-то очень мощное, защитное сейчас может быть. Есть какая-то дырка, которую сливается сейчас, ваша энергия прямо сейчас. И это не вы её создали. Скажу так, да? То есть нужна защита. Прямо вот на физическом уровне дома, там прям булавку прицепите. Вы можете смеяться, но если вы в это верите и знаете, что это помогает, оно поможет. Это замкнутый контур. Ну, второй вариант. Наденьте обережную одежду. Я что, весы пропустила, да? Ой, весы. Давайте мы ими закончим. Стрельцы. Стрельцы. Смотрим, где ваша Венера. Ещё раз, да? Смотрим, где ваша Венера лично в карте. И дополнительно ещё раз реализация ваших амбиций может очень помочь. Козероги. Прямо сразу два ресурса я достала для козерогов. Прямо так и знать. Это эзотерика, духовность, тоже благотворительность и дополнительно здоровье, да? То есть вы должны вот эту ось, шестой, двенадцатый дом, правильно включить. То есть и сами служить лично и беречь своё здоровье, наполняться, да? И времени от времени оставаться без людей, просто чтобы сделать вдох и кому-то ещё тоже помогать. В ноябре 2014 после затмения моего мужа он восходящие весы был в самолёте, приступ и командир корабля посадил самолёт в Португалии. У меня в весах солнце, Венера, Лагмеш, Меркурий. Вот так. Так. Водолей. Водолей. Водолей мы смотрим на Луну и на водолеев сильно проиграется. Лунное, видимо, затмение тоже, да? И смотрите, где ваша Луна в карте. Этот знак сейчас нужно поддержать. То есть смотрите на то, какой вы лунный знак, и по этому дому нужно поработать. Это будет для вас очень сильная поддержка. А в целом, если даже вы не знаете, так как на затмении Луна будет у вас в девятом доме, это может быть молитва божественной материнской сущности. Парвати, Дева Мария, да? То есть такой защищающий женский аспект, может быть. И рыбки. Рыбки. Как это ни удивительно, но это раху. Это может быть очень странное пение, разговор, изучение иностранного языка. Это может стать сейчас для вас ресурсом. Как это ни удивительно, разговор с иностранцами. Такая бады химические тоже. Такая вот может быть поддержка через вот это. Посмотрите также, где у вас раху в карте. Там тоже может быть такая реализация. Реализация интересная, потому что вы очень боитесь сейчас за свои ресурсы, за деньги, просто вот за то, что жрать будет нечего. И преодоление этого страха, то есть посмотреть, какая сила стоит за этим страхом, может дать очень сильную отвязку от иллюзий и наоборот набор силы. Потому что страх всегда прячет суперсилу. Всегда. Всегда. То есть вы боитесь, и от чего это вас сдерживает. И весы. Для весов мы достали знак рыб, и это шестой дом, и там Юпитер, вот это ваша мудрость, мягкосердечие, но жесткость в основном. Помните, я говорила, что вы думаете, что все делают неправильно, но замалчиваете эту тему. Будьте осторожны, пожалуйста, с этим, так делать не нужно. Еще пару месяцев, потом какое-то время у нас Юпитер будет ретроградный, и вас будет подклинивать на этом. Или говорите и воюйте, или действительно прощайте. И мудрости предавайтесь. И дополнительно, это может быть маслоги в еде, промасливание, маслоги, немножко сладкого. Да, сейчас может быть, это для вас очень большая поддержка. Ну, не обожритесь, постарайтесь чувствовать, что вы едите. Очень финики сейчас вам рекомендую. Очень рекомендую финики. Хорошо? Итак, ребята, на этом все. Я немножко рассказала, что мы планируем. Хочу на следующей неделе между затмениями еще с вами встретиться. Посмотрим, что это будет за тема. Я бы хотела все-таки поговорить про ретроградный Марс и дать небольшие практики для каждого знака, какие-то гармонизирующие просто практики. Посмотрим. И, может быть, там вот мы пройдемся. Еще раз скажу, что на Пудже я вас жду. Там есть пока места и есть у нас возможность. До 24-го только строго. Осталось там сколько? Три с половиной дня. И все. Поэтому буду рада вас там видеть. Задавайте вопросы, что я пропустила. Мы выпустим сегодня, нет завтра, мы выпустим короткое видео, что делать, что не делать в затмении. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое. И всем спасибо, кто потом под выложенным видео оставит тоже комментарий. Спасибо, любимый. Так, где вы у меня выключаетесь? Вот, пока.